Девушки отдыхают Доброй ночи, поляна! Доброй ночи! Мы скоро, мне кажется, именами мужскими начнем называть поляна и ворота, да? Да И у кого сколько фантазий будет Вы думаете, что кто-нибудь спит? Мне кажется, никто не спит Особенно, мне кажется, мандраж в той спальне, в которой живут претенденты на завтра Что тут? В общем, я говорю, кто бы жаловался, понимаешь? Звонить брату и говорить У меня, и Олег всех девочек обижает Говорю, я сколько на проекте нахожусь, у нас сложности с Олегом были, и ни разу Олег меня не обижал Но ни разу не было ситуации, где бы хоть как-то меня, Олег, обидел Значит, возможно Говорю, почему это Наташа вот такую бедную, несчастную, знаешь, в розовой кепочке сидит такая ангелочек Наташа? Наташа, знаешь Какая Наташа? Наташа Я говорю, ты никого никогда не обижаешь Говорю, вспомни ситуацию, когда с метлой ты мне в лицо махала, и какие гадости, как ты ездила по моей внешности Жертва Понимаешь, кто здесь жертва, кого еще можно обидеть Ну ты представляешь, пока не было за глаза наговорила, а сейчас сидит там и сыт просто выйти от своих слов ответить и сказать мне тоже самое Мы с Олегом посмотрели стройку, на которой Олега не было Просто я видела глаза Олега, захотелось взять и вот лищикануть ее Когда она помнишь, меня орала, ты была тогда на стройке, когда она А тебе мужики отменяют! Я говорю, что ты закрой рот, побольешь Ребят, завтра мы поднимаем кандидатуру Наташи Да, пара Голосование, которое никто не отменял Вот, сегодня абсолютно точно кто-то из девочек уедет go home, уйдет домой Ну, начнем, наверное, с мужского, да, мнения Олег? Ну, понимаешь, ради того, чтобы стать популярной суперзвездой на ТНТ Мы готовы быть без своего мнения, без своей позиции Ходить всем подлизывать, заткнись, тихо, я говорю Спать со старыми мужиками, с пьяными, понимаешь Я считаю, что... Можно параллельник говорить, ребят? Я говорю, ты не слышишь, что ли? Ну что, Рыжик, тишину слови Вот, Наташа номер один, по моему мнению, кандидат Пришла через постель с Колей Потом, вроде как бы, Колька ее здесь на ноги более-менее поставила Она освоилась, убежала от него Так как он все время, что она с ним жила, и хотелось проблюваться, понимаешь Вот... Ты вообще, что несешь? Что за хиния? Ты с девушкой общаешься, Олег, я тебе еще раз говорю Коль, ну, я так понимаю, что тебе нечем похвастаться Потому что то, что ты сделал за эти три дня Точнее, то, что ты не сделал Ну, это фактически билет сегодня домой Вечером на лобном месте Оленька, что я должен был сделать? Помолодеть в два раза? Сбросить двадцать лет? Перестать быть сорокалетним, стать двадцатилетним? Мне предъявляют в основном только за мой возраст Колян не может стать двадцатилетним Тебе предъявляют за то, что ты ничего не делаешь За то, что ты не заинтересован в девушках За то, что ты играешь, а не живешь Ты играешь роль Коляна-хедлайнера проекта Таковым не являясь Ты даже к себе обращаешься в третьем лице Потому что Колян это вымышленный персонаж Такого нет человека А Николай Должанский, он умер Николай Должанский закончился, появился Колян Вот, пожалуйста, ты говоришь, появился Колян Нет такого, это вымышленный персонаж Со мной сейчас ты можешь поговорить нормально? Колян это... Ты нормально поговори со мной, Коль, скажи, я Колян... Я не знаю, кто такой человек Колян... Это образ, образ Я отказываюсь от того говорить Говори я У нас нет образов Мы не сериал снимаем Не хочу обращать внимание вот на таких, как Майами Чур меня, чур меня Сейчас я говорю, придурок Вот Да? Это тебе за 60, у тебя пахнет, лизорная Приходи ко мне Фу... Олег... Мои браты, вся моя семья любит тебя. Приходи. Да ты достал. Закрой свой рот, а. На самом деле, придурок, конченый. Наташа, Наташа, вернись. Я Оля Бузова, ведущая твоего проекта. Ты передо мной сидит, Коля. Я хочу, чтобы ты мне говорил «Я», а не Колян. В этом, значит, здесь, в периметре реалити-шоу, в этот обычный день, Колян сообщает о том, что он вложил, что Николай Должанский очень много эмоций, душевных сил вложил в образ Коляна. Этот образ получился, этот образ нравится людям, этот образ нравился и нравится некоторым девушкам на проекте. Хорошо, Коль, этот образ умер, он никому не интересен, он устарел. И он устарел настолько, что ребята мечтают с этим образом сегодня попрощаться. У тебя есть вариант уйти за ворота или начать нормальную жизнь. И впервые за это время, пока ты играл, сказать «Я», «Я», Николай Должанский. Оленька, Колян слишком талантлив, чтобы жить обычной нормальной жизнью. Я не могу никуда деться, вот сейчас проскользнуло, да, я не могу никуда деться от тех способностей, которые у меня есть. Ты какая-то, ты пицца убежала, да, вообще, не сказать нечего было. Ты тоже, знаешь, на нее, ну вот, действительно, Дашка права, некрасиво было. Ну, она понятна, все знают, кто такая Наташа. А я еще раз себе напомню, кто такая Наташа. Ничего страшного не случилось. Блин. Подсирала вот это вот ужасное фу. Олег, ну почему же это, ну ты же мужчина. Просто бээ. Олег, ладно, она себя ведет стремно, ну ты зачем ее еще тупаешь? Я понять не могу, ты что, она на тебя стояла, своя рот открывала на стройке, ты мне сейчас будешь ее защищать. Нет, мне так фиолетово, Олег. А мне не фиолетово. Она убогая. А мне не фиолетово, я тебе говорю. Поверь, с ней разобраться, это вот ничего не стоит. У нее слишком маленький мозг для того, чтобы ответить. Я не могу с ним поговорить с ним, а, объясни ему, или приехай сюда завтра. Он достал меня. Не могу его я, не могу. Ну с ним поговори, с этим придурком. Дед, почему же... Туда поднялся я, тут почему? Я еще не пришел на улице. Слышишь? Алло. Да. Всем прощай, не внимай, я Наталью. Подожди, я найду сейчас до этого, до языка, слышу? Слышишь? Слышишь, ты чемущик? Иди сюда! На, поговори, придурок! Меня женщина избить хочет. Не кидай камнями, Наташа, в голову попадешь. Я тебе сказала! Наташа! Придурок! Ты думаешь, я это сейчас дам? Нет! Нет, не кидай, не кидай камня! Я сейчас твои вещи порежу. Мои иди режь, я гардероб сменю. Иди, Бария, попробуй. Уйди отсюда! Вот мою, ты сказала! Я не совсем остырваю! Ты понял меня? Придурок, он, динай! Я тебе говорю, там, придурок, он, динай! Я переблю! Я тебе сказала! Я все переблюсь, блядь! Все на свете! Понял? Ты понял меня? Убежала отсюда! Убежала! Я тебя не мягче, не помечай! Петюсан! Какого чё ты делаешь у меня дома? Слышишь, ты чекопатка дебильная! Ну, вышла оттуда быстро! Уйди! Ты чё творишь, а? Ты нормальная? Пола, пенёк! Поэт, дурка, болеть! Обувь положила? Чё пришла ко мне в комнату? Обувь положила? Она просто рожь меня, поняла? Так, руки, руки убрала! Руки! Ты чё мне кизай? Полет! 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 Чё делаешь? Полет, ну чё ты делаешь? Тихо, тихо, тихо! Пошла! Не иди чему отсюда! Да, да, да! Пошла! Чему, иди отсюда! Иди чему отсюда подальше! Чему! Волковой уже давно не нравится, как ведёт себя Олег Майами по отношению к ней. Она даже пожаловалась на него своему брату. Но сегодня, после очередного оскорбления Олега в адрес девушки, у Наташи произошёл срыв. Она убежала в слезах со стройки, а затем устроила дебош в комнате обидчика. Иди умойся. Да? Приведи себя в порядок. Хорошо. И пообщайся с Коляном. А кто такой Колян, я не знаю. Перед тобой, перед тобой. Коля? Какой Коля? Господи, где ты? Наташа, надо с тобой нам пообщаться, только ты приведи себя в порядок. Ты можешь без рук, Коль? Ты можешь поговорить с Коляном? С Коляном нет. Почему? Кто это? Перед тобой стоит. Где? Кто передо мной? Дурака не валяй. Кто передо мной? По-моему, кровать какая-то, Кашубинская непонятная. Ну не трогай. Не трогай меня, Должанский. Умойся, умойся. Приведи себя в порядок и поговори с Должанским. А я так очень красиво выгляжу. Даже если тушь под глазами. Мои целелитые ляжки толстые. Красиво, красиво, но маленько стрёмно. Мой животик, моя грудь. Ляжки твои Колян воспел в стихах. Во-первых, не в стихах, а как по твоим же словам, это был похабный очередной твой рэп. А не стихи. Он не был похабным. О, давай вот здесь не будем рыгать. Веди себя прилично. Идиоткий кусок. Нормально. Вы идите туда, где вас нет. Мне зачем этот психобойной дом? Все, все. За мнение обиделось. Извини, мы здесь делимся мнениями. Не устраивай, а то иди за периметр. А потом человек обижается, что что-то в его сторону. Тогда ты подлезаешь, конечно, оскорбляешь всех. Это нормально. А ты реально нормальный. Надо было поаккуратнее. Потому что нам психопатно. Не надо, ну поаккуратнее. Понятно, я вам сказываю свое мнение. Все. Я не могу зайти в свой дом, потому что сумасшедшая свинья разоралась, здесь кидается мои и твои обуви. Понимаешь? Из-за того, что мнение жесткое сказали. Я не могу попасть дома, она на меня кидается. Вот это вот придурочное. Прикинь, как ее задело. Представляешь, как... Представляешь, насколько это все? А когда он заделает, не надо говорить такие вещи. Так понятно, что она... Насколько каждое слово правдивое. Насколько задело ее. Каждое слово. А туфля вот такая. А, не одна. Кошмар. Нет, я просто не могу понять, почему вам. Мечиха ты консервная. Слышишь? Слышишь? Алкашка. Наташа, Колянов рэп, он идет от жизни, а твои сказки, а твои сказки идут только от твоих фантазий. Да ну, да ну, ех, 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 ех. Лерусь, Лерусь, Коляновы стихи... Меня Наташа зовут, а не Лера во-первых. А во-вторых, мне уже пора в душ, а то как бы на моей нежной коже тушь подсыхал. Наташа, Коляна написала. Я боюсь, что будут морщинки. А о чем мне с тобой разговаривать? Коляна написала про твои толстые ляжки, потому что они на самом деле толстые. Но Коляна написала, что они ему нравятся, эти толстые ляжки. Что он готов их целовать. Только не трогай меня. Готов их целовать. Я не хочу с тобой разговаривать. Да больно делай. Мне не привыкать. Я люблю боль. О, да. О, да. Сделай мне больно. Я же люблю боль, как и ты. Зайди. Делай мне больно. Делай мне больно. Зайди в комнату. Я не хочу с тобой разговаривать. Я не хочу с тобой разговаривать. Какое право она имела зайти сюда? Я не хочу с тобой трогать обувь Олега. Мою обувь. Вообще, какого черта она. Она долбит в дверь. Я говорю, выйди из моего дома. Она на меня кидается. Я видела, она на тебя накинулась. Я думала, она тебя сейчас просто со второго этажа скинет и все. Понимаешь, на этом история будет закончена. Роза, я не понимала вообще, что с ней происходит. У нее глаза как будто в разные стороны смотрели. Она как сумасшедшая. Олег ее оттолкнул просто. Так я же говорю, она сейчас как помешанная. У нее косметика просто вся потекла вот так вот. Она ходит, ее не умывает. Ужас. Волосы просто растрепанные, взъерошенные. Грязные причем. Я смотрю, я такие смотрю, она сидит там что-то. И кому-то втирают вот это. Кстати, насчет волос. Помыться бы. Помыться бы. Да было чем? Завтра, когда поедешь по своим делам в аптеку, зайдешь, ладно, купишь лошадиный шампунь и маску, питающую с гиалуроном. Хорошо? И свитежка из перца. Да, свитежка из перца. Да, конечно, куплю. Моя тоже, кстати, кончается. Да не вопрос, мне же не сложно. Пассажирки бы тоже мешок навести, чтобы хотели. Мне бы тоже, в принципе, чего-то бы не мешало, конечно, но это уже, мне кажется, нам на силе. Роза, мне кажется, знаешь, смотри, шампуня нет. А воды что, тоже нет умыться, пойти потекшую косметику смыть. Сегодня у нас на проекте Судный день. Кто уйдет, Гарик, Коля или Антон, мы узнаем на лобном месте. Молодец! Молодец! А приветствую, Селик Бузова не нужно, да, Гарик? А мы уже здоровались. Мы здоровались, а телезритель со мной еще не здоровался. Поприветствуем, Ольга Бузова, поприветствуем, поприветствуем. Действительно, сегодня Судный день для наших парней, но об этом мы поговорим в конце и узнаем на закусочку. Но начнем мы с истерики Наташи Волковой. Ну, прежде чем мы начнем, я позвоню сейчас к нам, позвоню в городские квартиры, чтобы ребята тоже были в курсе всех событий, которые произошли у нас на проекте. Алло! Да, Женечка, ну что, мы уже собрались на лобное место и начали, поэтому присоединяйтесь, начали мы наше лобное место с истерики Наташи Волковой. Наташ, скажи, пожалуйста, что произошло? Оль, я сегодня была и подстилкой, и некрасивая, и уродина. Ты себя такой считаешь? Я себя такой не считаю. Ну и все тогда значит, вы просто поругались. Поругались? Я ухожу от конфликта, у меня есть подарок для ребят. Я хожу с проекта дам. Так, ты хочешь что-то преподнести? Да. Да, какой? Так как ребята постоянно парафинят в своей комнате всех одиночек, так чтобы ваша жизнь была слаще, пожалуйста, конфеточки, а я умываюсь от этой грязи подальше. Почему там глаза не мести? Вот это моя история Наташи, ты мести метелкой людям в лицо. А я думаю, кто съел себе конфликты? Натаха по командам прячет. На эти конфликты я не ведусь. Все, я умываю руки об них. Я знаю, что завтра ты хочешь, чтобы сюда приехал твой брат. Да. Зачем? Я хочу, чтобы он разобрался с ним по-мужски. Никакими, ты же точку поставила, но ты же сказала, что я с ребятами больше не ругаюсь. Зачем тогда приезжать к брату, чтобы разбираться с Олегом? Чтобы поставил, наконец-таки, жирную точку. Я поставила точку. Пусть разберется по-мужски. Олег, скажи мне, пожалуйста, мне просто интересно, Наташа к тебе хоть раз подошла и сказала, Олег, мне эти конфликты неприятны, я хочу выяснить, в чем причина, почему ты меня оскорбляешь, что я тебе плохого сделала. Вот футрас, она подошла к тебе с этим вопросом? Олечка, я тебе скажу так, Наташа Волкова говорит в таком случае, когда есть и городские присутствуют, или Оксана Рязко, а когда никого из них нет, она не выходит из своей норки. А чтобы подойти этот тест и сказать, Олег, у меня есть вопросы, можешь задать, почему ты меня оскорбляешь? Оля, я поговорил бы. Просто после одного лобного места, когда Наташа ни с чего начала наезжать на Катю, извините, но я сегодня просто высказал свое мнение. Ей нечего было сказать, она встала и ушла. А мне ты можешь сказать? Подожди, Наташа, секундочку. Мне ты можешь сказать сейчас, почему ты принимаешь участие в конфликте между Катей и Наташей? Нет конфликта между Катей и Наташей. Решила Наташа вдруг впрягаться за городских жителей. Извините, ну тогда... Ну и пускай впрягается. Хорошо. Вот и все, пожалуйста, она сама следует. Наташа, переехав сюда с городских квартир, общалась со всеми хорошо. С каждым хорошо общалась. Так же, как и ты, мой дорогой. Только после городских, понимаешь, она не могла прийти со своей позиции. Когда подвязался и женской. Я говорю, Наташа, спасибо. Когда ж на сверху расстался. Наташа, секундочку. Подстилка для старых, я говорю, спасибо большое. Вот. И я, еще раз говорю, я бы вообще не трогал, не оскорблял бы, если бы мою девушку не трогали. Вот и все. Она на нее кидается. Совсем в очередное время не кинулась, понимаешь? Колян, почему ты к Олегу не подошел? Почему ты Наташу не уберег от конфликта? Не защитил ее? К Олегу я много раз подходил по разным поводам. У нас с ним были конфликты. И всякий раз ведущие меня одергивали. И запрещали подходить к Олегу Моя, потому что он может получить очередную травму вследствие того, что у него больная шея. Мы запрещали тебе его физически трогать. А подойти к Олегу и по-мужски, как Наташа говорит, разобраться, ты можешь. Колян неоднократно подходил к Олегу Майами в разное время. Майами не слушает никаких разумных доводов. Он не слушает никаких ни пацанских, ни мужских, никаких доводов. Разговаривать с Олегом Майами бесполезно. Поэтому ты предпочел остаться лежать на кровати и закрыл глаза и наплевал на то, что твои бывшие девушки истинники. Объясняю вам, что по жизни случается так, что есть люди, которые понимают разумные доводы, есть люди, которые не понимают разумные доводы, и к ним применяются другие меры педагогического воспитания. Значит, ведущие постоянно меня одергивают, чтобы я вообще близко не подходил к Олегу Майами. Мне запрещено подходить близко к Олегу Майами. А у меня вопрос, Олег, к тебе. Может быть, тебя попросить прощения за обидные слова перед Наташей? И тогда просто брату не будет смысла приезжать, и не будет этих мужских разборок, и не будет вот этих оров, криков. Но ей правда неприятно, она здесь одна. Не надо меня жалеть и просить сейчас прощения, то, что жалко, у меня слезы. Оль, не надо. Нет, причем здесь слезы. Не надо мне вот эти слова на ветер, понимаешь? Он сейчас просит, а домой зайдет, он меня опять начнет парафинить. Я его знаю, как облуплено, Оля. Не нужна. Знаешь, мне просто хочется дать совет на будущее, если ты что-то помнишь. Да не надо совет, Олег. Если, понимаешь, люди делают. Она придет к тебе за советом, если он ей понадобится. Я понимаю, чем это может закончиться, Оля. Нужно рассчитывать свои силы. Если ты начинаешь, то вот, ну, посмотри, она начинает говорить. Вот, понимаешь, я ей отвечаю, она обиджается. Вы говорите, что сейчас? Мы разберемся, что говорить. Я просто хотел извиниться. Вот, и, знаешь, мне интересно, брат хочет прийти разобраться со мной. А когда, а брату было приятно смотреть, как Коля в первый день их отношения, его забалдахина, как бы, с ней волшебство разобраться. Да при чем здесь эта ситуация, он что несет? Мне даже ради интереса будет послушать интересного брата. А так, знаешь, действительно, я хочу, чтобы моя девушка страдала, моя девушка ругалась, поэтому я могу там, да, сказать, Наташа, за страшненькую, там, да, может быть, я переборщу. Ладно, я... Можно я вам скажу? Нет, нет, Катюш, после слов Олегу уже нечего говорить. Мне очевидно, что конфликт вы сегодня не решили. Наташа продолжается истерика. Наташа, я закрываю эту тему только из-за того, что ты сейчас не в состоянии ее обсуждать. Ну, вот не дали сказать. Она получила, чего добивалась. Мы пошли ей навстречу. Если она конфликтовала со всеми, как это, перед глазами у Ани веником махала, Кашубиной пощечину влепила, эти скорлупки от семечек с Ежаней в шкаф насыпала, обзывала всех подряд. Она специально вызывала на конфликт по уколитивам. Нолик, это будет для нее урок. Либо она, я понимаю, что сводит и больше не будет совершать тех ошибок, что совершала, либо она этим воспользуется, типа, сейчас, ну, что, осталось, теперь давайте, повоюем. А брата надо звать, когда хотя бы... Она хоть раз, она сама даже не пошла, не сказала, все, давай, ладно, давай закроем это все, давай замнем. Я не хотела ей отвечать. Я говорю, Наташа, успокойся. Я ей вообще почти не ответила на той стройке, когда она на меня начинала орать. Любимая, пускай приходит хоть кто абсолютно. Хоть кто. А меня это бесит. Если ты знаешь, что у тебя нет парня и защитника, чего ты на парня прыгаешь? Чего ты лезешь на эти конфликты? Сама лезешь. Ладно бы я ее тронула, а потом ты на нее наехала. Она же сама прыгала. Сама. Раньше я вот такая же была, понимаешь? Сейчас я себя веду по-иному. Просто сделала выводы. Закрыла вообще уши на этих безразличных никчемных людишек, которые там сверху сидят, понимаешь? И живешь своим мяком, своей жизнью. Я тебе говорю, а вот старпер, вот ты теперь понимаешь, что все, он сейчас у меня вот так с ноги по одному месту вот так получил, понимаешь, старый. Оксан, я тебе говорю, просто этот человек для меня умер. Все, все, вообще пусть не подходят ко мне. Ты понимаешь, насколько? И он, я думаю, ну сейчас скажет, ну сейчас скажет. Вот он как встал вот так вот. Ему насрать было. Понимаешь, извини за выражение, все равно было. Я знаю, Оксана, я знаю. А ты что плакала, моя дырка? Я потому что, я глазам не поверила. Я вообще, меня осенила рука. Думала, как так, куда ты пойдешь? Ты еще не раскрылась, ты еще до конца. Здесь не развилась. У тебя только-только все началось. Ты достойна лучшего мужчины. Просто теперь ты вообще больше с ним не общайся. Это предатель, это подлец конченый. А зачем ты сидишь и в ногу ловь врешь на одном месте? Потому что ты ко мне подходишь и разговариваешь. Ты со мной здороваешься каждый день. Ты не разумеешь сказал, что, Олег, как ты разговариваешь с Наташей. Моя имя. Майами, Колян с тобой разговаривал по поводу поведения Леры Мастерко. У нас доходило едва ли не до рукоприкладства. После этого ведущие запретили к тебе подходить, потому что у тебя больная шея. Оля, поговорить-то надо. Поговорить-то можно. Майами, мы с тобой разговаривали на стройке, с которой меня выгнали, когда прорабом была Даша Черных. У нас был рэперский батл. Это отмазки все. Ты же можешь подойти, сказать, Олег, вот есть пару вопросов. Потому что ты можешь Наташу не доставать. Коль, ты же мог подойти, правильно? Ты мог подойти? Майами, мы с тобой разговаривать без толку. Ты не понимаешь. Ты со мной здороваешься каждое утро. Мы с тобой нормально общаемся. Ты смеешься на шутках. Мы прикалываемся вместе. Ты ни разу к мне не подошел и не сказал, Олег, у меня есть претензии к тебе. Не было такого? Не было. И в Кате Клесниченко. Зачем? Потому что Колян считает, что вы с Катей Клесниченко, как мне кажется, строите фиктивные отношения. Колян таким образом выразил свое отношение к фиктивному Коля, где это было раньше? Скажи, пожалуйста, почему ты раньше этого не сказал? Вообще раньше этого не говорил. Потому что сегодня подошел день женского голосования. Давно женских голосований не было, почти месяц. Коль, это слабость твоя. Чистая слабость. Тебя сегодня надавили, и ты сегодня решил поступить. Сегодня Колян поступил так, как поступил. У тебя свое толкование. Коль, ты струсил. Данного события. Коль, ты струсил. Коль, ты струсил. Коль, ты струс. Движение между противниками такое, что даже выход на стройку не обходится без взаимных полкостей и шуток. Также сегодня всех волнует мужское голосование. В течение недели многие называли кандидатуры Бориса, Антона Димакова и так и оставшегося одиночкой Гриши Чибизова. Но пока непонятно, кого выберет коллектив. По статистике на 10 девчонок 9 ребят, а у нас еще меньше. Это раз. Второе. Человек действительно с каждым днем все больше и больше раскрывается. В чем? Прежде всего в общении. Он больше становится разговорчив, он больше становится высказывать свои какие-то позиции, мнение свое отстаивать. И ему никто не нужен, и он никому не нужен. В этом вся соль, понимаешь? Рассказываю вам правильно абсолютно, что нужно дать человеку другой контингент женского пола, чтобы он попробовал. По-моему, Катя Токарева хочет что-то возродить Борису. Да, я хочу ответить просто Борису. Просто у Гриши, возможно, еще пробовал, ка не выросло между ног, чтобы он тут с новыми с кем-то пробовал. Извините. Я считаю, нужно гнать без зазрения совести. Это первое. Во-вторых, он очень, как я вам сказать, боится высказать свое мнение. Например, когда он был в городских квартирах, он сказал лично мне, Катя, ты в жизни намного симпатичнее, чем с экрана. А вот Колесниченко в жизни такая страшная. А в лицо что-то боимся сказать. Поэтому нам же здесь уверены в себе мужчины, которые не боятся ничего сказать в лицо. Я могу сказать, что в принципе я предложила бы Кате прийти и потрогать, что у Гриши выросло, не выросло, раз ее так беспокоят. Я боюсь, ничего не найду, потому что, знаете, это лиса виноград. Фон кислый, наверное, невкусный. Ну, я вижу это так, например. Ой, не могу достать, фу, куцлый. Слушай, у твоей девушки тоже косят глаза, у ее сестры косят глаза, у ее племянника косят. Поэтому Олешка, бойся, бойся заводить с ней детей, это тоже будут косыми. У моей девушки есть семья, а у тебя нет. Я говорю, у этой семьи у близнецов родился мальчик-косой. Что ты сказала? Что слышала? Мальчик-косой родился. Ты его хоть раз видела. Ты косишь мои глаза. Ты хоть раз его видела. Ты косишь мои глаза. Тогда, когда сама такая же. Понятно? Тихо, 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 ты. Тихо, ты. А теперь выкидываемое шею на шею на шею по своему кислому лицу. Давай, ты как лисун. Оллан, любимый ребенок в семье, поняла? Ребят, подождите. Убери, убери. Почему? Все, а реакция могли. И будешь ты в говне купаться, если будешь трогать Оллана. Пусти меня, уродка, кольчевая. Ты мальчик, ты косаешься, моя сестра, подняла ноги. Мы косами болеем. Ты еще раз сказала. Ты тебе еще раз сказала. Я тебе говорю еще одно слово. Ты косишь моего друга, которого привяжутся. Ты имеешь право, косишься, мартышка, кольчевая. Я тебе еще раз сказала. Я в детстве бросила. Знаешь, почему тебя никто не уважает? Потому что ты не уважаешь людей. Ни одного здесь. Хорошо. Никакого отношения ты хочешь к себе. Токарева. Иди помойся. Чего Токарева с мастер-кор когда возвращались, я вообще видела их настрой. Это видно. Невооружен он взглядом, что типа держись, поляна, мы едем. Знаешь, типа то, что... И Катька Токарева всем видом показывала, что когда Бородина сообщила о Кате сегодня вечером, они до последнего думали, что может быть они не уедут еще отсюда. Катя с мастер-кор сегодня, Катя с Лерой сегодня едут на поляну. И Катька такая, ес, ес. Типа она так радуется. Я просто, я вчера разговаривала с девочками на поляне, говорю, что вы как бы ждете. Женя, ты говоришь, боишься? Кто-то говорит, скажет, что Боря у тебя уведет. Вы боитесь девчонки? Нет? Она такие, мы вообще о них не вспоминаем. Мы даже не думаем. Мы вообще тут, когда они приезжают, мы говорим, что... Боря вообще сказала, говорит, я ее на сук повешу. Я уверен, что она будет ходить, цеплять, где-то что-то пока не получит по моське, извиня, за выражение. Я тебе еще раз сказала, ты какое право имеешь меня обливать. Пошла отсюда ты. Я тебе сказала, сейчас ты пойдешь. Слушай, не толкай меня. Ты еще, блядь, пошел вон. Ты охренел? Я сказала, я все, он-то сейчас вымажет. Открой дверь. Я тебе сказал, ты пус, открой дверь. А тебя чем облили? Ну, что такое? Ты чего? Ну, ты чего это случилось? Успокойся. Лера, я не могу. Что ты делаешь? Котел, балдела. Балдела. Ты чего балдел? Балдела, обливаться. Тебе, кто давал плаву, браво, головорез. Пошли отсюда, шелушевки. Сука. Две шелушевки. А кто тебя облили? Лера, с сестрой, понимаешь, высказывает мнение. Постоянно касая, касая, касая. Ее же высказала мнение. Не, а я ничего не поняла. Она что поняла, что она в конкурсе проиграет, то, что Ерсана может выиграть. И поэтому она опять здесь хорошая, стала плохая, касая. Косой, скажи, твой племянник на то пошло. Я так сказала, у меня полетела от Олега эта хрень. Кошмар. Кто им дает право все портить, достали? Ну что, власть почувствует? Я не могу, Лер, я не хочу. Я не могу здесь находиться. Я не могу. Я не могу здесь находиться. Ну, спокойно. Я не могу, Лер, я уже устала. Серьезно. Ну, спокойно. Мы не так правильно-то делали. Ну, спокойно. Потому что они слабые. Понимаешь, они слабые до того момента, пока не пришли опять сильные мужики, которые были до этого в классе строили. Покойся, Катя, иди помимо. Я не терпела, я не могу. Я не могу. Илья. Успокойся. Катя, спокойно. Не могу просто. Меня сейчас дождут. Она беспринципная. Все, она уже получила свое. Я понимаю, как трудно. Мне самой тяжело. Но это чудовище, оно не видело ребенка. Оно не знает. Просто, вот, Катя, она не знает. Но она специально тебя цепляет. Ну, я ее трогала. Я давала ей слово. Я беспристрастно к ней относилась. Да, ребята ее как-то срывали. Я говорила, наоборот, не прибивайте, дайте токарево сказать. Я ее трогала. Нет. Какое она право умела трогать морально? У тебя есть человек, который говорит радости про детей, про беременных, про матерей. Он беспринципный, у нее нет ничего святого. Поэтому, я считаю, Катя, тебе нечего с ней связываться и нечего так за нее нервничать. Серьезно. Успокойся, отойди. Нет, вы меня просите, конечно, просите. Я знаю. Ребята, я буду ее гасить по-черному. Я буду ее бить, ведущие, уважаемые. Либо закрывать ей рот. Если она хоть слово скажет про Ролана, про Юлю, я буду ее гасить всем, чем попадется мне подруги. Я соберу людей, которые ее свяжут. И поверьте, я залезу в канализацию и оболею дерьмом. И она нажрется всей этой дрянью. Каждый раз так будет, как она будет открывать рот, ребят. Для меня не будет никаких моральных норм. Вот и все. Я не могу, просто меня сейчас это... Тихо, спокойно. Ну, отойди, нормально. Мы тебя понимаем. Если честно, да, что у Кати, у нее действительно маленькие, близко посаженные глаза, да. И действительно там, как бы, ну, есть момент. Это, видимо, просто форма глаз такая у нее, да, раскосая. Но вот то, что малюсики, маленькие глазки и быстробегающие ощущения, что действительно у нее где-то подкашивает. Ну вот, тем более ей так удается тебя пародировать в плане того, что у нее, извините, ну, у меня бы так никогда в жизни не получилось. Она просто, ну, как бы усугубляет свою роскостность, видимо. Катюша, да. Кать, слушай, ты... Я такая расстроена из-за того, что, знаешь, я, получается, с колесом разбираюсь, а этот дебил начинает на меня налетать и со мной вот это бороться, лебешки, дать меня, швырять. Катюш, 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 а можешь, пожалуйста, поднести Олегу телефон прямо вот сейчас? Можешь, пожалуйста, поднести? Да. Короче, я потом вообще в шоке просто, знаешь. И я говорю, Олег, а что ты меня трогаешь? Я разбираюсь с Колесниченко. Слышь, ты задеваешь ее семью. Я говорю, подождите, а как ты задеваешь мою семью, когда я иду на стройку, говорят, что я косая, что я еще какая-то. Если что, я была у окулиста, у хирурга самого лучшего в Москве, который не сказал мне, что у меня все в порядке с глазами, понимаешь? Я ходила к трем специалистам. Вот Олег. Он тебя слышит, Вань. Олег, я тебе послушай, пожалуйста, меня и запомни эти слова. Я хоть ведущим и обещал, да, что я тебя трогать не буду, да, я тебе предупреждаю, еще раз, ты оскорбишь ее, еще раз ты будешь, послушай, пожалуйста, не перебивай, еще раз ты будешь кривляться своей девушкой. Я не сдержу свое обещание, я тебе набью морду, раз и навсегда. Пусть я буду исправляться. Давай, выходи из комнаты, выходи, выходи, скажи, беги. Беги, лети. Ты перестанешь людей кривлять. Не пугай меня никогда в жизни. Не пугай меня никогда в жизни. Я наружу, бесчисленное. Ну, трогай руку. Давай, беги. С другой руками. Без комнаты, выходи. Олег говорит, может быть, привяжем уже все это, скажем, ну что, извиняйся перед всем. Я говорю, нет, шансов Кате давали много. Молча, рот заткнули, на лысо побрили, бегай себе, красавица. Все. Никто. Берем на лову. Нет. Просто на ловном. Если начинается, мы просто либо ведущим говорим. Да не боитесь, что ночью прекратится к вам, и вам что-нибудь сделает. В закрой комнате. Значит, тогда будем ее применять на силе. Нет, мы предупредим, попросим ведущих. Остановите. Если не вы, мы тогда сами. Если это все не остановится, если ведущие бессильны по отношению к этой девочке, ну, значит, тогда коллектив воспитает в ней бойца. Как в этом, в цирке. Ведь животных тоже, как Илюха говорит, этим электрошопом. Если они не так что-то делают, их чик. Нельзя так делать. За хорошее поведение они получают вознаграждение, но за плохое их наказывают. И слова там неуместны. Ну, кстати, на какое-то время, просто как я, Катя, делала тарелку на голову, она успокоилась. У нас три или четыре дня назад, Катя, помнишь, когда было женское голосование? Было то же самое. Весь коллектив был, понимаешь, против Токарева и ее поведения. Она себя ходила, но задрала. Я считала, что она лучше других. Что мы такие, знаешь, там сидим и говорим, кто идет сегодня на голосование. Да, знаешь, мне вообще пофигу. Пускай она считает себя выше других, что хочет считать. Пускай она не цепляет других людей за самые больные места, и все. Потому что она получит ракет. Никакие, когда весь коллектив высказал свое довольство. Да она и зачем ей? Она считает, что она таким образом номер один здесь. Сегодня на нашу тухлую поляну приехали две ярких звезды. Правда, Олег Майем посчитал, что одна не очень накрашена, решил ее покрасить. Олечка, как ты считаешь? Ирина Санна. Я считаю, что это в принципе ненормально. Мир животных отдыхает просто по сравнению с вами, ребята. Эти плевки, слюни, краска, оскорбления. Это не первый раз, Олег, между прочим. Ты вот все время на лобном месте извиняешься. То перед ряской, сейчас перед Катей будешь извиняться. Но когда это прекратится? Слава богу, не буду извиняться перед Катей. А когда приезжает Катя... А ты считаешь, это нормально, да? Что взрослый, в принципе, красивый мужчина, плюется, оскорбляет и в итоге обливает девушку краской? Но если вы считаете, что это как раз-таки девушка плюется первая, начинает и оскорбляет людей близких и родственников... Вы полчаса ее доводили, извините меня, обзываю ее косоглазой, Олег. Кто назвал косоглазой? Я подстегнул, ничего страшного. Ты, твоя девушка. Она в пятки моей девушки постоянно говорит. Про Гринча, про какого-то еще что-то, извини, но я тоже позвожу. Подожди, сегодня Катя разве первая начала? Нет? Да, Токарева начала первая, можно я скажу? Как ты, Токарева начала первая? Я на правах прораба нет, я вела лобное место, я давала Кате слово. Да, немножко был бардак, немножко ребята стебали, было такое. Но я, как прораба, пыталась угомонить, чтобы Катя высказала все, что она хотела. Она стала говорить гадости в мой адрес. Когда люди говорят гадости в мой адрес, естественно, Олег начинает стебать в ответ. Но трогать Ролана и Сальбековых никто Кате Токаревой не позволял. Катюш, я тебе объясню, просто к этому моменту ты уже успела Катю несколько раз обозвать, касала косоглаза. Я объясню, я ей дала слово, начался бардак. Не важно, дала, не дала, Катя, подожди, секундочку, подожди, нет, Катя, нет, секундочку, подожди, неважно, давала ты слово, не давала. Ты сказала вещи, которые, в принципе, нельзя говорить. В детском саду даже учат, что нельзя, не оскорбляйте друг друга именно такими вещами, которые касаются каких-то там, может быть, недостатков. Почему вы нам с Олегом это говорите? Вы Кате не хотите, не хотите Кате обратиться? Нет, не хочу, потому что первая оскорбляла ее, мы каждую неделю разбираем ваш конфликт. То Олег обижает Колю Должанского, то он цепляется с Ваней, теперь девочки. За токарю сегодня было вступиться некому, в зарядку в свое время вступиться тоже было некому. Да я хочу, чтобы уже был кто-то вступиться, чтобы появился мужик, который заберет ее, и она не будет свой язык распускать, понимаешь? Да я молю, что появился на свет уже мужик. Две недели назад ты сцепился с Антоном, и то, в тот момент только, когда был рядом Боря, чтобы Боря мог тебя защитить. Я тебе говорю, что трогают мою девушку и ее родственников сегодня. Таких родственников? Никаких, секундочку, никаких родственников никто не трогает. Серьезно? Серьезно. А Ролана, какое право она имела взывать? А какое право ты имела в виду косоглазую ее взывать? Какое право вы имеете человека оскорблять и говорить, что она косоглазая? Она по факту косоглазая. Оля, я выспрашиваю, я спрашиваю мнение. Я спрашиваю мнение про Гришу. Хорошо, почему тогда твой молодой человек влезает в ваши бабские разборки? Никаким поводом моя внешность там не должна фигурировать. Катя Токарева, высказывая мнение про Гришу, опустила меня, а я опустила ее в ответ. Это понятно? Роланчик никаких опытов не мог присутствовать в этих обсуждениях. Хорошо, Катя, если для тебя нормой оскорбять человека косоглазой и тебе не стыдно, то давай повернем разговор в другое русло. Это ваши с Катей разборки. Почему в них влезает Олег? Ты говоришь, что Катя не имела права оскорблять и задевать твою семью. Олег имеет право влезать в разборки женские? Какое-то право она имеет? Я сама с Катей стокаревой исправиться не могу. Она сумасшедшая. Я не знала, что делать. Слава Богу, что я только позволила себе плюнуть ей в лицо. Ты сама подошла и плюнула ей в лицо. Я опустилась на ее уровень, потому что Оля, слава, для этого... Она плевала над себя? Нет. Ребята, я хочу, чтобы вы услышали. Она сказала про моего маленького племянника, которому вчера исполнилось 7 месяцев, что он чуть ли не больной, косоглазый. Ну, вы знаете, она его никогда не видела. Катюш, я просто предупреждаю, если еще раз ты заденешь либо с Алибековых, либо моего племянника, с тобой разберутся его родители. Понятно? И со всеми, кто попытается за тебя впрячься. Такое запугивание, Катя. То есть вы можете всех стебать, подкалывать. Сегодня настройки как происходило. Сначала Катю они задевали, потом Катю Токареву оплевали, оставляли косоглазые. А еще вдобавок Олег подошел и вылил на нее красную. Она кидалась на людей. Надо было успокоиться. Смотри, мы здесь... Если ты оскорбила ребенка, будь готова, что ты получишь. Они спекулируют сейчас с каким-то ребенком. Каким-то это, Катя, для тебя. Если ты, Катя, не знаешь, то я для своих родителей тоже ребенок. И не важно, сколько мне лет. Семь месяцев или двадцать три. Но тем не менее, я для них маленький ребенок. И когда ты на дне рождения Снежаны косишь глаза, на протяжении всей недели вы сидите все за столом, пируете, обсуждаете меня и косите глаза, и ржете, как слоны, просто как хабалье какое-то, при этом имея своих детей, родственников, вы не имеете права ржать с меня и косить глаза. Иначе вы уже наказаны Богом сами за это. Это раз. Второе. Сегодня на стройке. Я сидела, вот так молчала. Дали Олегу слово. Он до этого десять раз сказал, «Касай, смотри, не споткнись, смотри, не упади». Думаю, ладно, это Олежка, что с него взять. Но высказывает мнение по поводу мужского голосования, по поводу Гриши. И начинает свое мнение высказывать. Мы это все уже слышали, Катя. Надо выжить косую токареву. Так я не пойму, зачем прораб, почему на основании этого не затыкает рот Олегу, своему парню, и не говорит, «Олег, ты не имеешь права называть Катю такими словами». Она не пресекла его. Соответственно, я сказала про Катю тоже правду. Это на самом деле так и есть. Я могу скрины показать, если ты мне не веришь. Про косые глаза. Оль, я предупреждаю, если это сейчас еще раз повторится. Подожди, ты только что про меня повторила и сказала Оля, что это правда. Я прошу, Оль, пресекайте эти моменты. Поэтому мы вас обеих предупреждаем. Я не говорю, я не говорю, адресник, а ты слов. Ты сказала, ты заглушаешься, что это так и есть. Катя, у тебя есть дефекты, я не говорю. А я говорю, что есть дефект у тебя и у твоей семьи. Я перед тобой извинялась. Катя, все, ребят, тишина. Ты извинялась, а потом на дне раздевают. Оля, ребят, все, тишина, тишина. Не успокаивайтесь, а мы будем принимать меры, пожалуйста. Нет, если вы обе не успокоитесь, мы будем принимать меры, а не ты, Катя. Так, обе сейчас успокаиваются. И Катя одна, и вторая. Успокаивайтесь. Хочу послушать мнение коллектива. Каким образом уживаться сейчас этим людям, потому что они слишком много уже наговорились с вами. Оль, можно прочитывать нищеброды на один уровень не станет? Тишина, нет. Я не могу с этой брошенкой, бешенкой. Вообще, для реальности нависываю, понимаете? Она уже готова, ну серьезно, без образования, без семи, без ничего начинает реально цепляться за меня. Я тебя прошу, ты можешь меня усугублять? Ты вот зачем такие вещи сейчас говоришь? А вот так и происходит. Олег, а тебя долго терпела, Оль, долго. Я думаю, я приеду на поляну, будет все тихо, мирно. Нет, блин, смеетесь, вот будете плакать, я сказала. Хорошо, хочу послушать мнение ребят. А уйду и поцелуют меня в зад, тогда я уйду. Это нормально это поведение, Оль? Лера? Ну, я считаю, что гиперактивное внимание Кате Токаревой пара уделяет, и она реально значимость имеет в этой паре. Потому что даже сегодня, когда Катя находилась у врача на зарядке, все смеялись. Когда Олег вел зарядку, говорил, а сейчас у нас любимое движение Кати Токаревой, и косил глаза, понимаете? Я считаю, что у ребят просто какой-то кризис в отношениях, и они вот на одиночек начинают выплескивать этот негатив. Потому что если люди любят друг друга, они не замечают ни косоглазость, ни какую-то войну, ничего. Они могут лайтово высказывать мнение. И поэтому я считаю еще как. Почему сегодня на прорабах Катя забыла о том, что у нее ненависть к Токаревой, и она забыла о своих полномочиях, подошла и харкнула. По-моему, если ты прораб, то держи марку. А когда закончится стройка, и ты закончишь вести весь этот диалог и перепалку, ты подойди, харкни и дома. Так получается, она, позволив прораб харкнуть в лицо, позволяет своему парню оскорблять ее дальше, потому что прораб руки развязал. Понимаешь? Спасибо, Леберш. Да, Поляна, привет. Оль, привет. Какая ты красивая, с косичками. Это... Что я хотела сказать? Катя, сейчас все детишки, у которых очень какие-нибудь проблемы, неприятные со зрением, может быть, возле телевизоров заплакали, потому что их на протяжении всего времени такие девочки, как ты, оскорбляют в школах, им из-за этого сложнее учиться по жизни и вообще существовать как-то. И потом вырастают, как ты говоришь, какие-то истеричные. Нет, не истеричные, это защитная реакция. Каждый раз, когда ты будешь проходиться по больному моменту человека, в ответ, естественно, не будут какие-то позитивные вещи. Катя, единственное, что я тебе хочу сказать, может, поможет. Действительно. Я, говорю же, недавно съездила в Уфу, в детский дом, да, и помогла детям, у которых проблемы со здоровьем, у кого ДЦП, у кого зрение вообще отсутствует. И больные детишки, да, ну, если честно, Катя, не повернется язык сказать, что они какие-то не такие. Все красивые, все красавцы, все добрые, все позитивные. Катюнь, запомни, раз и навсегда, только общество делает людей злыми. И вот если ты будешь вот так вот себя вести и так оскорблять, проезжаясь по людям, то, Катюнь, поверь мне, в ответ будут какашки в тебя. Спасибо большое. Лебеш, Ваня. Моего племянника, трогательный. Олечка, привет. Пожалуйста, у меня нейтралитет с этим человеком. Можно мне как-то разрешить завтра по мужски, по пообщаться с Олегом? А то я смотрю, все одиночки, заметьте, Волкова была одна, Рязка была одна, Лера, потом Катя, все дни, и они их донимают. Можно, пожалуйста, мне по-мужски с этим человеком поговорить, чтобы раз и навсегда... Ваня, скажи мне, пожалуйста, а что ты имеешь в виду, когда говоришь поговорить по-мужски? Если ты предлагаешь ринг, то да, пожалуйста. Если это какие-то разборки, драка, то нет. Нет, ни в коем случае. Если можно, пожалуйста, ринг. Я против. Да, я думаю, я думаю, что это нормально, потому что Олег все время говорит, что шея у него здорова, что у него все в порядке. Поэтому мне кажется, что такая разрядка для Олега пойдет ему только на пользу. Если бы у Кати Токаревой, в конце концов, появился мужчина, который за нее может вступиться, пока у Кати нету. Но, во всяком случае, есть друзья, Олег. Дай бог, чтобы у тебя тоже были друзья, которые могут за тебя вступиться. Но есть ли у Майами шанс попросить прощения у Кати? Тогда, может быть, ринг ей не понадобится? Нормально? Нет, у меня с шеей проблемы, вы мне говорите, ринг. Ты еще недавно говорил, что у тебя все нормально. Я даже по лицу бить не буду, Ксиоль. Я по лицу бить не буду. Секундочку, подожди, Вань. Можно я поговорю с Олегом? Можно не лезть сейчас с другим? Недавно ты бросался на Антона. Ты на него накинулся, значит, ты подразумевал, что будет драка. Если ты сам бросаешься на мужчину, значит, ты понимаешь, что этот мужчина может дать себе сдачи. Поэтому, если у тебя такое эмоциональное... то эмоциональное состояние, что ты не можешь себя держать в руках и оскорбляешь девушек и не первый день, то вот есть и молодой человек, Ваня, который готов тебя встряхнуть и по всем правилам без мордобития, без каких-то ножей в спину будет ринг на перчатках, как в старые добрые времена. Может быть, с помощью такой разрядки ты успокоишься, и у нас на какое-то время наступит перемирие. У меня полноценная шея не работает. Завтра приезжает Ваня. Вы ведущие настаиваете. Я оставлю на ринг с Ваней. Не вопрос. Но последствия будут на вашей... А что ты сейчас нажала, Сдаючка? Подожди секундочку. А у меня шея, если не слово, я не могу и двигать. А почему ты сейчас... Секундочку, тишина. Зай, не значит, одни ночи. Вот я тебе херность, говорю, запись свой язык и одень корсет в таком случае. А что-то мы разорялись, рот больше, чем глаза. А что-то мы разорялись, мы разорялись, мы разорялись. Слово давались, мы давай. Давай, давай. Хорошая сторона, хорошо выглядит. Олег, ты сейчас давишь на жалость, говоря, что у тебя шея больная. Но с этой больной шеей ты бросаешься на людей. Он защищает меня от сумасшедшего. Подожди, на Антона он бросался, не защищает себя. Антон стал лорать на меня за мнение. Это нормально, хорошо, почему вы? Вы ругаете, Вера, заткнись, заткни ты твою парню, рот. Ты что сейчас, ты что сейчас не поняла, а? Вот ты никогда не подмешь, по роту, хвосты крутите, никогда не подмешь, понятно? А ты иди прийти, и с тобой дальше. Иди винаршу, еще раз говорю, я иди винаршу. Камп! Я иди винаршу, успокойся! Потому что сейчас она пять баллов по полемику летет, чертает маркеры. Оля! А по пламмерски ты сейчас с Леоней? А по пламмам, ты на ринге с Барзиком, понятно, козел! Рот закрой! Ну хорошо, Олег, если ты сейчас гримасничаешь, тогда я точно принимаю решение, что ринг пойдет тебе завтра на пользу. Оля, а что вы все делаете, если пойдет что-то не так, что-то не так. Пойдет на пользу, Олег встряхнется, у него есть в любой момент возможность извиниться перед Катей. И тогда конфликт будет исчерпан. Ты со мной кто-то извиниться за то, что меня оскорбляли. Хорошо, а теперь мы... Ваня, завтра мы тебя ждем на поляне для Оринга. А мы переходим к следующей теме. Мужское голова. Во-первых, я тебя прошу, перестань плакать. Ты чего плачешь? Ой, мне обидно, ты просто не слышала. Я понимаю, что Олег... Да, Олег, можешь сейчас послушать? Можешь сейчас послушать? Я тебя очень прошу, ты опять превращаешься в ту Катю, в которой ты была в самом начале. Я не понимаю, в чем причина. Я не понимаю, почему ты... Я молодец, что ты за своего парня, что вы вместе одна команда. Но что происходит с тобой, с ним? Почему такие оскорбления ужасные? Почему такое поведение? Могут быть какие-то там размолвки. Но почему ты своему одному человеку позволяешь так все вести? Я не позволяю, Оля. Я работаю над этим каждый день. Я прошу, ситуация с Рианской, он много, когда неправ. Она подскорбляет людей. Ситуация с Токарем, Оль, она так мерзко оскорбляет. И Салибекова, и как она могла трогать племянника, которому просто всего 7 месяцев он никому не навредил. Да проезжайся ты по мне, как ты привыкла. Мы сейчас не говорим про то, что кто там кого трогал. Понятно дело, что это все ужасно. Оль, мне очень больно, когда вы не пресекаете с ее стороны такие моменты. Мы пресекаем в первую очередь. Было жестоко сегодня на стройке поступило. Я жестоко. Я согласен. Меня сорвало, меня трясло. Катя, вы обе сегодня поступили плохо на стройке. И ты, и она. И если бы это были ваши разборки, мы бы просто вас обеих выслушали. Ты бы сказала позицию, Катя бы сказала свою позицию. Но влезает мужик, который вообще просто ведет себя еще хуже, чем мы вместе взяты. Я не могу справиться с Токаревой. Я сама не могу. Она бросается на людей. Она оскорбляет. Она оскорбляет. Она всегда бросается. Она неоднократно на меня бросалась. И если бы не Олег, я бы уходила с травмами. Я тебе серьезно говорю. Она прыгала ко мне на кровать. Вы не хотите меня слушать и не услышать. И поэтому я не вижу смысла. Почему вы меня это спрашиваете? Катя, ты просто сейчас заведена. Просто она заведена из-за Роланчика. И все. Я думаю, что если бы вдруг подруга выражает... Она сидит и сейчас продолжает. Оль, говори гадости про моего племянника. Солебедного счастлива нет. Вот правильно сказал Роланчик, от этого не подпадает. Потому что вы ринг назначили на завтра. Недорого, Олег. Я не хочу, чтобы с ним были неприятные. Слушай, Валер сам согласился. Олег, во-первых, сам согласился. Это во-первых. Во-вторых, Олег сам бросается на мужчин. Соответственно, он готов к дирать. На кого он бросается? На Антона. Антон стал орать на меня, искорблять за мое мнение. Оль. Подожди, секундочку, Катя. Во-первых, успокойся. Во-вторых, я не говорю, что делал Антон. Ты согласна со мной, что Олег бросается на мужика? Олег не сдерживается. Он ведет себя эмоционально. Ты согласна, что он бросается на мужика? Согласна. Значит, он готов к драке? Он защищает девушку. Мы против драке. По секунду, я не говорю сейчас о причинах. Я говорю о следствии. Мы против драк. Но если Олег бросается на мужика, значит, он готов драться. А поскольку мы против драк, и мы не хотим вот таких вот эмоций, слез и твоих, и вообще всех, Олегу нужно стрянуть. Боксировать я завтра. С девчонкой натром. Да, в том-то и дело, что для меня он девочка. Серьезно. Опять, я допускаю некоторые моменты в отношениях, да, и то я сам понимаю, что это неправильно. Но когда он уже одиночек, Волкову я видел, как он швырнул в стену, я аж попутал сам. Потом мастер-кода водил, токарь его сегодня облил краской. Нет, Сэй, я тебе могу сказать. Одно дело, да, вот мы с тобой разбираемся, у нас эмоции немерены. Мы эмоционально друг к другу очень сильно привязаны, потому что у нас чувства идут, да, любовь. Это сильные эмоции, поэтому допускается. И там, ну, недопустимо, конечно, но допускается и оскорбление. Я понимаю, из-за чего ты меня схватить, да, можешь. Потому что у тебя повышенные эмоциональные, да, всплески в мою сторону. Но, а при чем здесь все остальные? Значит, у Олега, да, ладно даже на Леру, если у него там повышенная, это бывшенькая все-таки его что-то связывала. Но ко всем девочкам это очень странно, знаешь. Когда у него идет агрессия к каждой девушке, получается, что он женоненавистник. А не то что. А если он женоненавистник, то ему, ой, как сложно будет с девушкой вообще построить какие-либо отношения. Я тебе могу сказать, что, знаешь, он думает, что он такой, там, такой в порядке, такой классный, артистичный. А по какой причине? Они до сих пор его не слушают, рты все не закрывают, понимаешь? И он думает, сейчас я ее краской оболью, может, рот закроет. Как я в свое время, помните, водой когда-то обливал, да? И, ну, как-то помогал. А ну тут уже за грани предельного вышла уже краска. И то уже происходят такие вещи. Пихнул, то, сё, ну, это уже действительно. Да ладно, как бы, я не спорю. Все, и провокатор должен быть наказан. Но момент в следующем, что Олег Майами два в одном. Он и провокатор, и еще и нападает. Ну, это вообще уже, ну, ни в какие рамочки не лезет. А как он испугался, это же вообще. У меня шея, у меня шея. Фу, лучше бы не подсорился. Лучше бы сказал, да? Извини. Извини, лучше сказал перед Катей. Вот серьезно я тебе говорю. Если ты уже менжуешься и уже, как, я не знаю, девочкой себе ведешь. Вот он бы тем самым и Катю бы немножечко это попризоткнул. Потому что, ты понимаешь, да? Если бы он сказал, Катя, ладно, извини, там, за мои какие-то оскорбления, был неправ. Да? И так же Колесниченко, извините, попросила. Все. По идее, Катя, да, дальше, если бы она продолжала какую-то войну с ними, была бы неправа. Потому что ребята хотя бы извинились. Единственное, что их извинение, грош цена их извинения. Это дело, что каждая лобная сидят, сидят, извиняются, извиняются. И потом, да. Осбокусь. Слышь. Олег, откажись, пожалуйста, отбой. Я тебя прошу просто ради меня, Олег. Я для тебя хоть что-то знаю. Ты можешь ради меня отказаться отбой? Просто ради меня. Ради меня. Можешь это сделать? Пожалуйста. Если ты не думаешь о последствиях, и ведущий не думает, я о них думаю. Кто у тебя такой Бардиков? Ты вообще чего позволяешь этому человеку вмешиваться в твою жизнь? Я вообще не вижу смысла ему. Я вообще не понимаю. Пускай свои отношения строит и свою девушку лучше не колотит. Мне неинтересно и Ваня Бардиков. Пожалуйста. Ну, ты соглашаешься с ним на ритм. Ты собираешься коммуцировать с этим человеком. Человек затух и пытается сейчас за твой счет поярчить. Человек, который сам всех оскорблял, ходил, понимаешь. И сейчас героям и супермэном выставляю. Олег, откажись от ринга. Тише едешь, дальше будешь. Знаешь такую поговорку? Сегодня должны были отругать обоих, а не только одного вояна. Я согласна. Потому что то, что сейчас ее поддержали ведущие, результата будет еще больше ее ради. Она сказала, что я хотела приехать нормально, хотя Лера мне уже рассказывала, как нормально. А сейчас вы все у меня увидите. Понимаешь? Я, знаешь, думаю так, что в такой ситуации просто-напросто надо смотреть, ждать, наблюдать и все. Да, можно там ответить, можно ее там как-то заткнуть. Но это же бесполезно. Это просто вот на данный момент... Я даже не знаю, как найти слова, чтобы ей что-то объяснять. То есть тут мы говорим, брат, о том, что ее назвали по внешности, прошлись. Вот если вот она не проходила бы по внешности, я бы поняла. Да, да. Но извините, она такие вещи говорит, но мне такое только снилось. Блин, ситуация, конечно, жесткая такая получилась, прям совсем. Прям совсем жесткая. Какая жесткая ситуация. Финя полнейшая. Противная, Серега. Очень противная. Я же повелся на эту провокацию. Я видна, знаешь, что нас вот сидят, ругают, бус такая, вот, вы такие, вы всякие. А она как будто классная. А что Бузова вам говорила? Вы сами стали ее оскорблять, Катя, ты первая. Орала. А ничего страшного про ребенка. А я сижу, мне просто, меня накрыло. Ну, Зова говорит, ничего не страшного? Ну, типа, ну, ну, что сказала? А вы как Катя оскорбляете? Я говорю, подождите, это сидит, меня в эфире мартышкой называют. Она, ну, обзывает меня каким-то гринчем. Я до сих пор не могу понять, что это такое, понимаешь? Просто, а не фиг, что делать? Сидит, говорит в эфире, я колесо доведу до белой горячки. Вот это вот. И она сейчас сам в головном, а я первая, понимаешь, кинулась на нее. Вот такое чудовище. Ладно, выставили. Нет, вам сейчас надо принять какую-то позицию в плане ее, жесткую причем. Либо жестко ее давить, либо жестко ее игнорировать. Ну, только жестко игнорировать. Или жестко давить. Или не туда, а сюда. Ну, знаешь, жестко давить ее. Только ты, если давишь, ты аргументами, а не ты, закрой рот, чушь, чушь. Так и аргументами. А тебе, Катя, надо как бы с ней уже выходить на ее общение, на ее уровень. Если она трогает твоих близких и ее близких тоже. Потому что, хотя, ты знаешь, она тот человек, который ехал с ума, и у меня еще хуже будет. Она ждет этого, она хочет вот этого, она добивается этого. Мы знаешь, что придумали? Мы как сказали? Я говорю, Олег, давай вот просто жесткий игнор, вообще не трогаем, не обзываем, не копируем. Ну, если она посмеет сунуться, мы просто берем ее, связываем и бреем на лысо. Все. И потом ходи, красавица, никто не увидит, что у тебя там где косит. Все увидят прическу классную. Все. Например, чтобы я сделал, ударить я не могу, меня выгонят. Как-то с ней вступать в диалог, а она не понимает. Интересно общаться с человеком и доказывать, что тому, который ты можешь объяснить. Диалог вести. Да. И как бы хотя бы диалог какой-то. Ты, тебе, ты, тебе. А когда там в одну сторону, мне интересно. Я бы сделал по-другому. Я бы яйцами ее бы. Вот всегда бы бросал бы яйцами. Брал бы на стройку яйца. Брал бы везде яйца. Как только она что-то про меня морозит. Даже не отвечал бы, а просто яйцами в рожу бросал бы и все. Катя, Юля не находится на проекте сейчас. Ты не достойна моего внимания. Ты не достойна моего внимания. Я с тобой нормально разговариваю. Я же истеричка. Я же истеричка. Ты неоднократно упоминаешь семью с Эльбекой. Не надо пиарить свою семью. За мой счет пиарить свою семью не надо. Пиарить за мой счет свою семью не надо. Я тебя слышу, слышу. Слыши, бурл. Ты как бы видела. Лер, не кричи, пожалуйста. Поэтому ты плакал. Все, что я хотела тебе сказать. Все, что я хотела сказать. Сидит ребенок Гусевых, а вы говорите с ним на пару неделю назад. Катя, звонит Юля Салемекова, тебе вопрос по поводу Романа. Да ладно, я тебе что-то говорю. А ты насчет ребенка Гусевых зачем говоришь? Руки убрала, цыганка. Беженка. Ты что, ты что меня оскорбляешь? Ты хоть что-то не поняла. То есть ты говоришь про меня. Я тоже ребенок для своих родителей. Олешка говорит про Гусевых неделю назад. Тут кожевинки все ржут. Тут нормально. Ты мне сейчас спекулируешь ребенка. Давай, не спекулируй своим ребенком. Я тебе сказала. Ты оскорбляешь семью Салибеков, семья Салибеков с тобой разбирается. И Гусевых, и меня. Давай, вали. Вали, давай. Хватит пиарить с ним. Зарывай, пиарить свою карану. Ты видишь что? Я бы хотела, почему ты ушел. Ты еще облегаешься, ты, циклот. Ты, циклот. Сидишь его яркость, мой тварь. Ты где, Рославович? Хлевучит. Так и ты, что я в зоопарь не орать. Ты в зоопарь не орать. Ты в зоопарь не орать. Не ори, Алё. Олег. Олег. Все, давай, чеши. Пошла сюда. Бабжа, бабжа. Дорога закончена, иди. Все, пошла, 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 пошла. Что ты сдохла, уродка? Ой, идиотка. Давай, ну ладно, иди лечите. Жесть вообще. Сегодня на лобном, у баба, рыдает. Он сын Кипрарин. Сейчас на едином втором этаже и опять меня парафинит. Лера, успокойся, Лера. Лера, успокойся. Козел. У меня уже шея, хрен он лезет, тогда к нам, я что-то не пойму. Судя, я столько наобилей, а. Жесть, больной придурок. Я не знаю, что такое без тебя не будет продолжаться, эта тварь. А что случилось, Лера, успокойся. Не, слушай, они прикрываются детьми. Ты видел этот эфир? Не, я не видел. Ты не видел. После чего увидел Гусев с Ваней, показали. Он сказал, проститутка на Олега. Понимаешь, когда они сидели и говорили, зачем Гусев им квартира? Это вот все, у кого семья нуждается в квартире. А зачем Гусев им квартира? У них же квартира в Москве есть, там что-то есть. Потом встать, держать, что-то сделать анализы. Ребенок не ребенок их. Вот, нормально. Тоже ребенок, тоже вот родитель. Скажи, а зачем вы с ними цепляетесь? Вот они живут, ну, как бы, в своей семье. Мы вчера приехали, полчетвертого ночи, они сами пришли за нам жену. Лежим здесь. Лежим здесь. Я с ними общаюсь, они говорят, что вы вчера приехали в 4 утра, свет включали, выключали, тут дедовщину устроили. Я говорю, блин, ну как это? А они вообще в другой комнате. Если мы включали и выключали здесь свет, это их никак не касается. Понимаешь? Дивносят у тебя. Приехать за годного и прийти сразу в женскую, идти оттуда с ворот уже, говори, что самые сексуальные приехали. Лена, ну ты это, истерику это, успокойся. У тебя так много. Мы его тоже. А есть это что-нибудь успокоительное? Малышка. Малышка, магазинка меня нет. Магазин отпрашивались? Малышка, магазин хотели. Езжайте тогда. Лучше от... Ну, как бы, ну... Я не отпускаю вас, я не вправе, просто мне кажется, вам лучше сейчас выдохнуть. Успокойтесь. И вообще не общайтесь на тему этой пары, не трогайте их и вы. Так она бежит с этим телефоном, тупорылая, блин, ко мне. Не, ну видишь, Катя... Она истеричка, я не могу совладать стокарь, и бежит. Катя, ну ты сама же прекрасно понимаешь, что ты сказала очень обидные вещи про сын, прав... Слушай, моим родителям, для своих родителей такой же маленький ребенок. И им абсолютно плевать. Катя, 7 месяцев ребенку или 23 ребенку. Катя, Катя, смотри, но они же не говорят про твоих родителей. Их нет здесь, да, они не в периметре. Мы общаемся с людьми, которыми мы живем в периметре, и обсуждаем... Не знаю, на сайте Том-2 Салибекова числятся как участники. Про них я и сказала. Про кого я не так сказала? Ну, про Салибекова и жене здесь. Ну и все. Я сказала, что у них это родословные тоже косят глаза. Все. Ну-ка, идти сюда сидеть. Я не могу. Только посидела, поговорила с ним, чтобы он сегодня оскорблял, не лез. Мы-то сегодня вписывались, я попросила. Я сказала, пока ты при мне сейчас не откажешься от завтрашнего боя, я не уйду, буду сидеть здесь на лобном. Мне ведущие сказали, я буду... Я говорю, я думаю о будущем, я думаю о здоровье нашем. Почему ты подкидываешься на эту фигню? Все, отказался от боя, все, сидим. Позвонила Юле, я ей рассказала эту ситуацию. Она говорит, Катя, дай, пожалуйста, телефон Токаревой. Я задам вопрос, почему она нас с Теграном парафинит уже не первый раз. Мы помогли ей добыть, ну, подсказали ей, где взять кольца с бриллиантами. Мы столько раз им помогали с Ленцем. Почему Токарева позволяет себе нас просто в эфире парафинить? Я подошла к Токареве с телефоном. Я понимала, что будет что-то не то. Подошла и говорю, на, вот Юля хочет задать вопрос. Она стала понтоваться, говорит, слышь, ты мне... Стоит, говорит, нищебродка, просто, знаете, вот такие гадости. Ну, я держалась, думаю, господи, ну, кто это мне говорит, слабоумная. Повернулась, все, ушла. Тут, это, мастерку стала кидаться яблоками в Олега. Он со второго этажа, он в нее стал кидаться. Со второго этажа спускается, опять продолжается перестрелка яблоками. Потом обливаются соком, опять он с девчонками. Я говорю, Олег, остановись, ради меня остановись, пожалуйста, не надо. Уже ору, они продолжают, просто. Катя, привет, тебе грамота. Послушай, я не знаю, что там твои родители говорят, что тебе Катя говорит. Если Катя касается друга тебя, разбирайся, пожалуйста, с Катей. Мы с тобой не разбираемся, и ты нас, пожалуйста, ни туда не вмешивай. Уже пока в данный момент не на проекте. Я, Ролан и, в частности, Юля тебе ничего не сделали, только делали добро. Я тебе сказала, угомоните свою тетю Катю, понимаете, вашу крестную. Я тебе еще раз сказала, вы одна семья, повлияйте на нее. Если вы не можете на нее повлиять, то я уже не знаю, как на нее повлиять. Я ее мартышкой называла, гринчем уже пыталась называть. Не помогает, ребят, не помогает. Если мы родители что-то скажем, я не пойму, если она дальше тебя продолжает оставлять. Если ты находишься на проекте, ты новая учательница. Ну, найди какой-то способ ее успокоить. Зайди ведущих, что-то скажи. Мою семью не надо оскорблять, в частности, ребенка. А я не оскорбляю, я сказала по факту, как и она про меня. В чем проблема? Ты по факту этого ребенка не видела, Катя? Я видела, я смотрела передачу про вас, я видела скрины. Вот я как увидела, так и сказала. Здравствуйте, моего ребенка скажешь, Катя, тебе честно, ребят, угрожаю ничего. Я тебе еще раз сказала, если ты мне будешь угрожать, Тигран, тебе тоже не поздоровится. Понятно? Никто не имеет права мне здесь угрожать. Я устала, я не могу, мне так тяжело, я не могу его удержать, я не могу. Поюрнись, просто уйди, чтобы тебе чихи остались вдвоем. Нет, устроил эту перепадку. Пынзаря облили, друг друга пообливали. Стоит же и брызгает. Ну что я потом могу сказать, ну реально он, получается, стрёмно себя ведет. Ну хотя, а поначалу они стали на меня нападать. Да повернись и уйди, нет же. Слушай, Катя, я тебе честно скажу, я вот тебя даже утешить не могу. Я тебе объясню, почему. Потому что я вот не считаю, что он неправ. По большому счету та же Лера, которая сейчас орет, ну вот честно. Но на самом деле, когда она с ним была в отношениях, она его травила на девчонок. Она его ни разу не остановила. Барзиков, который приедет разбираться, он сам девчонок-одиночек гнобил вместе с Лебешей. Свою бьет. Да ладно, свою, он других гнобил. Елена Александровна, я просто не могу, мне это неприятно. Я постоянно его прошу рязку, не трогать, постоянно. Он начинает прыгаться, кидаться каким-то предметным. Ты что, считаешь, что этот бой состоится, что ли? Я не допущу его, я сделаю все, чтобы этого боя не было. Потому что мне жить с Олегом, он мне дорог, он мне нужен, мне нужно и его здоровье, и он сам живой. Вот, я тебе про это говорю, что, поэтому, что ты сейчас так истеришь, вот объясни мне. Я истерю, потому что я только поговорила, пожалуйста, не трогай их, это пыль у нас под ногами. Слушай, сейчас, понятно. Ничего не случилось, он начал киваться ямутом. Катя, твои слезы для него сейчас как красная тряпка для быка. Вот и все, я тебе сейчас объясняю. Если ты сама не успокоишься, он будет продолжать их гнобить, потому что он видит твои слезы. У него раздражение от этого, он не знает, как себя вести. Это Бузова и это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Сегодня состоится дуэль между Ваней Барзиковым и Олегом Майами. Ваня решил вступиться за честь Кати Токревой, которую Олег оскорбил, и наказать обидчика. А кто победит в этом бою, мы узнаем совсем скоро. Наступил 3056-й день нашей телестройки. У Коли с Наташей отношения не складываются и на этот раз. Сегодня Наталья заставит всех городских ребят, приехала в периметр, где состоится бой Вани и Майами. Хотя, возможно, парни смогут договориться друг с другом, например, если Олег извинится перед Катей Токревой за свое недостойное поведение. Ну а пока все участники собрались на лобном месте, чтобы встретить здесь новеньких. Ребята, очень здорово, что вы все здесь сегодня собрались, потому что сегодня будет очень интересный приход. Итак, внимание на ворота, встречаем девчонки! Девчонок встречаем! Девчонок встречаем! Это что, для пустотной мужской пари! Всем привет! Ой, вот эта девушка красивая девушка сюда, пожалуйста! Давайте, наверное, с вас начнем, такая симпатичная. Спасибо, всем привет еще раз. Меня зовут Варвара, мне 19 лет, я приехала из города Екатеринбург. Так. На данный момент я являюсь студенткой одного из вузов Екатеринбурга. Приехала строить любовь, наверное, так же, как и все тут сидящие. А с кем? Ну, я не могу сказать, что выделить какого-то определенного молодого человека, что я конкретно иду к нему. Ну, а выделяем Майами. Майами, а Майами? Как земляка. Да, потому что он из моего города, я много о нем наслышана. О, расскажи-ка нам, пожалуйста, поподробнее, а то о последней поездке мы слышали только из уст Олега в Майами. Хочется вот другую услышать. Ну, просто я много вообще очень наслышна о девочках, которые там были на дне рождения. Что, как Олег провел этот день рождения, чем все это закончилось. И чем это все закончилось? Мне кажется, это всем ясно, чем это все закончилось. Мне не ясно. Ну, расскажи, пожалуйста. Ну да, наверное, в интимной обстановке. В интимной обстановке? Не, ну это ж понятно. А тебя такие парни, как Олег, не привлекают или привлекают? Ну, он симпатичный молодой человек, но, несмотря на мой юный возраст, мне больше нравятся более брутальные мужчины. Какие, например? Ну, мне кажется, Сергей Пензель. Ну, просто это такой типаж и мужчины. Я просто от один из таких типажей мужчин, который мне тоже нравится. А мы пока ознакомимся с другой девушкой. Очень тоже яркой, интересной, колоритной. Здравствуйте. Спасибо. Меня зовут Катя, мне 23 года. Я из города Москвы. Вот. Еще вопросы? Конечно. Зачем пришли? Кому пришли? То, что я видела вот через, ну, сквозь призму телеэкрана, пару Либерш и Ивана Барзикова, то, что Либерш более успешно, и все об этом говорят. Вот, я бы хотела, ну, нет, 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 Сереж, ну, не стоит так говорить. Вот, я бы хотела помочь Ване реализоваться именно в плане актерства, потому что у меня актерское агентство и актерская школа. Потому что сейчас очень типаж, вот как у Вани, он наиболее востребован. Я все поняла, Катя, сначала фотосессия, потом помочь солью, а потом сказать, знаешь, мальчик, я твой продюсер, теперь продюсируй меня. Правильно, да, Катя? Нет, 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 я не продюсер, я просто хотел бы помочь, потому что, ну, я наблюдаю, и мне не нравится, как там ребята постоянно говорят, ну, вот, на Либерш что-то, она не помогает Ивану, ну, по крайней мере, нам так показывают. Поэтому мне бы хотелось вот ему в этом отношении помочь, потому что типаж вот сладких мальчиков, ну, в кинематографе сейчас немножко отходит, а Ваня более брутальна, это редкость, правда. Ну, хорошо, девушки очень интересные, как мне кажется, одна пришла разоблачить Олега Майами, другая сделать великого актера из Ивана Барзикова. Но на этом наше лобное место не заканчивается. Иногда, иногда к нам возвращаются Илюша, ты, наверное, знаешь, наши участники, бывшие. И сегодня как раз тот день, когда одно такое возвращение состоится. А почему и кто, мы узнаем прямо сейчас, когда откроются ворота. Итак, встречаем. Торговый центр, да? Торговый центр. Да ладно. Саня! Саня, Санючек! Здорово! 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 Меня так даже не нагрел. Я нагрел, рядом с Димой. Всем здравствуйте, меня здравствует Санючек. Я к вам, да? Я к вам. Можно к вам? Молодцы. Чем обязаны? Откуда? Почему? Зачем? Как жизнь? Как ты вообще? Давай начнем с одного вопроса, пожалуйста. Я иногда запутаюсь. Ну, как тебя зовут и сколько тебя лет, я спрашивать не буду. Это Саша Задойна. Ты ушел с проекта за Лилей Киш. Да я помню, уж не поверишь. Раз ты вернулся, значит, вы не вместе. Где Лиля? Лиля? У себя во Львове, наверное. Наверное, занимается своими делами, как, в принципе, того, из твоего ожидания. Как мы и прогнозировали, любовь закончилась сразу за воротами, да, Саша? Да нет, почему сразу? Спустя какое-то время. Какое? Ну, недолгое. Ну, сколько мы тут были вместе? Месяца два. Месяца два? Да. Ты сказки не рассказываешь. Да нет, ну, расстояние какое там месяца два? Через неделю мы уже распрощались. Через три дня, Оля. Через три дня? Бери меньше. Ничего себе. Как твоя жизнь в период раскладывалась? Чем занимался? Ну, открыл тату-салон. Сейчас он, в принципе, действует. Денег не выносит. Саша, еще один вопрос сразу, чтобы развеять все сомнения. Я надеюсь, ты не к Жене, как и лап, не хочешь? Нет, нет. Потому что она с вам уже, она густева, да. Она счастлива, она же сделала ребеночка. Я в курсе, кстати, я их не поздравлял. Поздравляю, ребят, что с вашей свадьбой, молодцы. А я думаю, то, что Женя, может быть, мечтала, что хотела, достигла, это самое главное, в принципе. Да, это так, спасибо. Думаю, да, самое главное. Спасибо. Думаю, счастливы. Нет, честно, я рад за ребят, в принципе, нет, нет. Ты рад, или у тебя есть какая-то обида? Нет, надо с чем мне не обижаться. Не, не, обида нету, ни в коем случае. Прогласна. Ну, хорошо, тогда ответь еще на один мой вопрос, Саша. Кому ты пришел? Оль, ты с ума сошла? Я же скромный. Да, Оль, кому, никому. Я честно пришел. Крузь, Роди. Это кто? Это он, моя. Но ты фартовый. Это, Оль, я хочу тоже любить и быть. Любимым. В общем, на месте разберешься. Конечно, все на месте. Ну что ж, у нас сегодня очень богатый приход. Мы все идем знакомиться, а потом на стройке мы сегодня, как вы помните, делаем ринг боксерский между Ваней и Олегом Майами. Поэтому давайте, ребята, у нас сегодня насыщенный день, много дел, пойдемте все знакомиться. Сегодня на проект вернулся Александр Задуинов, с которым была связана длинная история любви Жени Феофилактовой Гусевой. Он признался, что отношения с Лилии Киш, с которой он отправился за ворота полгода назад, не получились. И теперь Саша готов к новой любви. И, возможно, новенькая Варвара станет парой Саши. Ребята заметили, что она понравилась Саше Задуинову, напомнив типаж Жени Феофилактовой. Вторая девушка Катя готова помочь Ване Барзикову в актерской карьере. Но Ваню сегодня волнует совсем не это. Ему предстоит бой с обидчиком Кати Докаревой Олегом Майами. Сегодня после стройки сразу состоится бой между Ваней Барзиковым и Олегом Майами. Ваня, хотелось бы по случаю обратиться к тебе. Как ты настроен? Что сегодня нам ждать от этого боя? Ну, я так в последнее время думал, я смотрел на происходящее со стороны Олега. Сильно много человек на себя начал брать уже. Я понимаю, там раз, два, извинялся, он каждый лоб на сидит и извиняется за свои поступки. Но до него не доходит. Этот человек просто никогда в жизни за своим языком не следит и переходит, мне кажется, все рамки вообще уже переходящего. Поэтому я считаю, что есть кому заступиться за девочек-одиночек. Кать, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, Олег должен все равно у тебя попросить прощения или Ирингу быть, даже если он извинится? Нет, если человек раскается и извинится искренне, то значит, если он нормальный человек, нормальные люди когда извиняются, значит, они потом не совершают такие же поступки, да? Если он извинится искренне, в чем я сомневаюсь, да? Я хочу, чтобы он, извините, тоже прошел все круги ада, как прошли здесь все девочки. И только потом пусть извиняются. И больше тогда мы все конфликт уладили. Олежка, ну скажи, вчера вроде как подписался на бой. Мне кажется, я вот поглядываю иногда, вижу, как бы в штанах что-то появилось. Ни в коем случае. Полные штаны, сразу шея болит, сразу задняя. Извиняться ни перед кем не буду. Где-то я неправ, я согласен. Что касается боя... Не-не-не, ты везде неправ. Давай, ты проще, тебе будет проще. Если ты подаешься, скажи, я неправ. Серег, любой муж живет за свою девушку вступится. Какая бы ситуация ни была, девушка ее обижает, или муж живет, или муж живет. Нет, смотри, разные вещи. Вступиться за свою женщину, да? Или оскорблять. И будешь ты в говне купаться, если будешь трогать Ролана. Пусти меня, рот как конченая. Твой мальчик касается, ты касается, твоя сестра, пьет ноги, мы касаемо глазами. Мы еще раз говорим. Я тебе еще раз говорила. Я тебе говорю еще одно слово. Ты косишься моей группы, который привязан тебе в голову, как стоишь, браво, и мы тебя мальем, по их глазам, мартышкам, конченая, тебе еще раз говорила. Не дай мне, где замка, в детстве, бручу, нацелу. Не сиди. Я тебе говорю. Может быть, все-таки подойти к девчонкам, женской спальник, Лере, Кате, и как бы, в первую очередь, перед Кате извиниться за вчерашний поступок? Нет, что касается Леры и Кати, это сто процентов нет, потому что Катя вчера перегнула палку, она задела родственников Кати. Олег к бою, безусловно, готов. По медицинским показателям ему еще месяц надо носить корсет, но он не сдается, несмотря на мои уговоры, потому что мне, например, непонятно, почему должен состояться бой именно с Ваней. Вот. По поводу Олега могу сказать. Он сейчас меняется, вот, но Москва тоже не сразу строилась. Извиняется он за эти поступки, которые он совершает, и слова, потому что ему действительно стыдно, неприятно. Но есть еще такая вещь, как эмоции у эмоциональных людей, и не всегда он может совладать пока своими эмоциями. Ну, я опять же повторяю, что наша любовь взаимная все исправит. Просто нужно немножко времени. Я не буду извиняться перед Лерой и Катей. Я тебе просто говорю, что действительно, я понимаю, что все, моей девушке это не нравится. Я не буду, я буду сдерживаться, я не влезаю. Башню сносит, когда твою девушку трогают, когда ее оскорбляют, и тем более трогают ее руками. Сносит башню, просто, но перекрывает, потому что это твое родное, понимаешь? Его никто не будет обижать. Никто. Будь ты это мужик, Серег, будь ты это мужик. Ты так же с мужиком будешь обращаться. Я помню момент, тебя Либерш оскорблял. Почему тебя башня не срывает на Либерш? Почему тебя башня не срывает, там, ну, на Барзиковых? Почему башня не срывала, там, на Самсоновых? Почему срывает башня, тебя, там, на Рязку? Тебя срывает башня на Катю Токарю? Тебя срывает башня на Леру? Те девчонки, которые, в принципе, я не скажу, что они безобидны, у них языки еще те, но у них вступиться некому. Так я не говорю, что я прав, но извиняться по тому, как она обосрала из-за мою девушку и всю ее семью. Я не буду. И ты бы не извинялся. Я бы извинялся, я был бы умнее. Будь умнее, извинись, а потом посмотришь. Она тоже человек. Мы люди, мы не собаки. Это собака гавкнула, и другая начинает гавкать. Вы сейчас ведете, как собаки. Извинись за свои ошибки, а она уже пусть сама решает. Это и останется на ее совести. Извиняться и ленить. У меня такой перелом сейчас, что у меня вообще я просто потеряна. Не могу собраться. Потеряна? Да. Так тяжело. Почему тяжело? Не знаю. Ну, начальная ситуация, за чего? Родители, отношения, мальчики. Может, отношения. А, тут отношения были? Ну-ка, расскажи. Расскажи. Что вы именно? Остались? Да. Почему? Ну, потому что человек ничего не делал совершенно. Лентяй? Да. Или эгоист? Не то, что лентяй, эгоист, просто я девушка, я хочу внимания, да. А вместо этого я просто видела, как человек приходит с работы, садится за компьютер и играет. И вместо того, чтобы подойти ко мне, он мне говорит, я устала. Сколько месяцев ты были? Мне месяцев. Ну, два года вместе были. Вообще, там, два нескольких месяцев. Моя такая первая любовь, то мой первый молодой человек. И, как бы, там сильные чувства были, но, когда вот это всё кипит, 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 это надоедает. Эта, ты понимаешь, что это судьба, чтобы пришли в один день и вы сейчас? Потому что у нас ни девочек нет, которые тебе нравятся, и мальчик, и там у нас даже их нет, в принципе. Не, ну, о судьбе вообще рано говорить, я считаю, правильно? Мы ещё не поковырялись в её судьбе. Ну, слышишь, что? Ну, я, конечно, удивила, что сегодня Сашка ты пришёл. Ну, меня не то, что будет, меня не удивило. Индивило? Просто когда рассказывали, что там бизнес какой-то, ещё что-то, я... Ну, не знаю. Ну, вот не получается. Ну, видимо, на доме два, всё-таки лучше всего. Ну, я считаю, что пусть девчонки вот оживились хоть. Девчонки обрадовались, да. Тем более, знаешь, после того, что действительно он показал всё время, что он умеет ухаживать, и всё это не будем отрицать. Вот, и девчонки после там, после хам-лаби, после всего вот этого вот, да, что у нас было на проекте. Согласно, в последнее время на проекте было много хамства. И ухаживание... И мало того, хам... И мало того, знаешь, мальчики сами все, либо дети приходят со всем. Ну, прям... Либо они с ними работают. Либо слишком старые уже, наоборот. Да, и я могу сказать, что как бы... Ну, что-что, а хотя бы он будет там ухаживать, если им кто-то понравится. Приход девчонок сегодня очень незамеченным остался из-за прихода Саши. Все карты сломал девку. Мне кажется, оставит одну вот эту вот, как её... Викторию или... Маленькая какая-то... Варвара. Варвара. Ну, вот эта Варвара, кстати, вот... Ну, она как-то, знаешь, она очень как-то мучливая. Анализует ничего. А вот, к сожалению, подачи искры нет. Хорошо. Она какая-то холодная. Если честно, я надеюсь на здравый ум Вани, что у него с юмором всё-таки неплохо. О-о-о-о, да не ты чё. И что, если ты начнёшь не варить, просто поприкалываемся и получится классная сценка. Конечно, ты сам понимаешь свои косяки. Вот. В случае с тобой у тебя изменения налицо. То есть, а здесь, знаешь, вот мне как зрителю, как участнику гораздо ржачнее, ну, поприкалываться поржать над этим рингом, костюмированным, да, чем смотреть на то, как кто-то кому-то пытается нахлобучить. Давай с тобой сделаем сумоиста негра. Просто, я думаю, завернём. Подушки. Натянем тебе вот такие вот стринги, их чёрные, знаешь, такие. Возьмём два пояса этих от микрофона, зафиксируем это всё. Мне кажется, это будет очень смешно. Я вообще серьёзно говорю, да, я против того, чтобы ты бил. Естественно, веришь. Ну, естественно, конечно, что против. Ну, вот, так что подумай. В прошлый раз ты у меня горела на перчатке с ним, давай. А в этот раз горела против. Сама говорит, может, у меня с ним быть. На перчатке я больше это для него не говорила. Ну, так я же, я его по лицу даже бить не буду. Так, по-детски он, по животику. Ну, по-детски, я сам понимаю, почему как. И не будет его прям до потери пульса бить. Даже мы, понятно, я вчера сейчас рассказывала. Один раз нужно человека поставить, но нужно по-другому. Ребята, невозможность. Ну, как? Он уже сел на шею. Просто. А ты думаешь, скажи, он даже не достойный, мне кажется, того, чтобы мужчины с ним на равных дрались. С ним как девочкой будет, лайтово, так аккуратненько. А здесь вот, если честно, знаешь, что любопытно? Давайте. Ну, все равно у тебя же были чувства к Женьке достаточно серьезные. Ага. Ну, вот как ты сейчас все это воспринимаешь? То, что она замужем? То, что она с животиком? То, что Антон теперь рядом с ней? Да, фиг знает коту вообще, честно. Спокойной свободной или нет? Да. Нет. Нет такого. Нет такого, честно. А почему произошло? Я уж не помню, честно. Да, я помню. У вас что-то началось, что замуж-не замуж, что не хотел жениться. Ага, да. Ты же хотел и предложение делать такое? Да. Да? Нет? Не, он не хотел. Не хотел я. А же не такой хотел? Да нет, я просто фиг не хотел. Не знаю уже. Нет, а сейчас спокойно. Даже честно, даже, не знаю. Мне кажется, ей даже очень мило животик. Мне так кажется. Нет, а ты тогда одна знает, да? Да. Ты какой-то человек. Бегемотик такой. А считай, скоро родит уже все. Все свои эмоции, все свое время только на него и будет встать. Да нет, правильно. Время уже надо было жениться, конечно. Мне кажется, Сашке прям настроение подупало, когда он пришел в свой женский состав. Он сказал, что никто не смотрел этот проект в последние годы? Ты что не смотрел? Смотри, смотрел. Он все посмотрел перед тем, как принесли. Ну, конечно. Уверенно. Уверенно. Антон, уверенно прямо. Так ну, потому что все приходят, говорят, я не смотрю, а все... Скажи, я тоже так считаю. А что ты меня-то подстебываешь? Я тоже так считаю. Ну, что у меня все это самое? Ну, я ж люблю тебя. Что на тебя нет? Где ты меня любишь? Ты все огрызаешь сегодня на меня. Ну, где она тебя огрызаешь? Ты что вообще, что ли? Не в духе, блин. Целый день на меня ворчишь, бубнишь. Где целый день? Скажи мне. Не думаешь. Вот ты там это сам... Хорошо ли тебе лежится? А что ты с телефоном? Пожалуйста, пожалуйста. Да. Тебе жаловаться. Да ладно, все. Прекратите. Так мы же не ругаемся. Так мы не ругаемся, но ты вот это вот самое... Ну, что это самое? Ну, что это самое? Ну, скажи. Псуеве. Я вот должна нагибаться с животом. Вот смотри, все, все. Разоверилась сейчас, конечно. Вот если бы тебя было на что-то месте беременности, у тебя бывает... Так я шучу. Хватит уже стриканье. Хватит уже куколка моя с красивыми этим... Еще забываю. Брайвину, хочу сказать, ресницами. Брайвину, красиво не ты. Какое жарко, блин. Это мне напоминают, знаешь, мои бои в грязи. Подожди, подожди, не дергайся, да? Не тебе задницу сделай. Ты как, ходить можешь? Я не знаю. Чего? Я уверена, он сейчас, до последнего надеется, что Ваня соскучит. Да, поэтому он начал говорить. А я... ...за отожопу! ...что бой не будет. Поэтому сейчас и примолк. Понимаешь? Не то, что примолк, а его... ...чем тогда что бой не будет, скажет, хааа, я ж горю, у меня шея все отлично. Не слышно, не видно. Не он же потом тебя, уехав ты в городские, будет тебя засаживать. Кажется, досал, еще не довел его до конца. Ну, что это за бред? Как Наташа извинилась перед ними, а потом получила. Раз, помолчать. Два, помолчать. Этот изгой, который был по жизни со школы изгоем, поймет, что я терпила, который терпит от него оскорбление. Девочка, морально, цепляй его. Я априори не могу позволить, что какой-то говнюк меня будет засаживать. Я одна. Я не могу это терпить. Это поощряет забредение. Это же никак не притекается. Итак, попрошу поприветствовать нашего рефери. Александр Задойнов. Он сегодня будет проводить этот бой вместе с нашими участниками. Первый у нас боец – это Майами узкоглазый непонятно кто. И второй участник – просто Хохол, просто Иван Барзиков, просто чемпион мира по боям без правил, просто сильный человек. Прошу подойти друг к другу. Иди сюда, китаец. Не кусаться, не щипаться, засос, не целоваться. Бой должен быть серьезный. Хорошо. Пока наши конкурсанты одевают перчатки, наши бойцы, у меня, наверное, будет последнее слово для Майами. Майами, ты, вернее, не хочешь сказать последнее слово? Может быть, стоит все-таки извиниться и отказаться от этого боя? Да зачем оно тебе надо? Нет, извиняться не буду ни перед кем. Ну что ж тогда, Александр Задойнов, объявляю первый раунд. А зрители, когда только кричат «Раунд пошел», поддерживают своих любимчиков. И я… Давай! Давай! Где зрители наши? Барсика, к сожалению, упал и эту всю краску вылил на себя. В ринг возвращаемся. Всё, всё, в ринг. В ринг заходим. Залезаем в ринг. В угол. По углам. А я думаю, драться будем. Итак, я попрошу рефери объявить второй раунд после того, как Иван Бартиков одет перчатку. Анюшка, а? Что она мокрая? Итак, последний, третий раунд. Третий раунд у нас идет ровно одна минута. Майами, заходим в раунд. Заходи, давай. В ринг верни. Подожди, сейчас. Итак, попрошу рефери объявить третий раунд. У вас есть целая минута, чтобы нагаутили друг друга. В голову не бить, ниже пояса не бить. Бой. Шею, шею нет, голова нет. Я врую, я врую. Давай. С перчатками нельзя. Чё ты маленький, ребят? Майами! Грудь выше не поднимай. Сопак! Грудь не уйдет. Только грудь. Майами! Оставить 20 секунд. 19, 18, 17, 16, 15, 14. Грудь, 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 грудь. Грудь, грудь, грудь. Последние 10 секунд пошли. Отсчет. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Разошлись. Итак, граффери объявляют победителя. Я думаю, в этом бою все же Иван показал, что настоящие мужчины должны отстаивать через девушки. Правильно, сэр. Поэтому в этом раунде я перехожу на второй бой. Второй бой. Второй бой. Вонес, друзья. Дай, дай, дай. Дай, дай. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Спокойно, тихо. Деньги, сука. Вонес, ты чего? Тихо, тихо. Не надо этого. Тихо, тихо. Угомонились, сели. Все, угомонились, сели. Все, на места. Проигравшие. Угомонились, сели. Угомонились, я сказал. Все. Все. Тихо. Тихо. Все угомонились. И потом, когда говорят, что Олег бросается на девочек, Олег оскорбляет. Это что, девочки? Где они там, девочки? Да, я думала, что девочка, девочка. А когда уже забеременела и поняла, что настолько уже не важно, мне просто хочется, чтобы вот он уже родился и был здоровеньким. Я не права и впредь я обещаю вам, ведущим, что никого я бить и трогать не буду. Все. Евгения Феофилактова-Кусева холодно отреагировала на приход Саши Задойного на проект, с которым она встречалась до замужества два года. Ну а сам Саша, похоже, обратил все свое внимание на новенькую Варвару, с которой он флиртовал при общении. Ну а бой Вани с Олегом закончился неожиданно потасовкой их девушек. Лейберш не удержалась и облила Катю водой, спровоцировав драку, которую поддержала и Катя Токрева. В итоге вместо наказания Майами получила за злые нападки на их пару Катя Холесниченко. Ни за что, просто ни за что, Олег. Ни за что, Мася. Ладно, я реально оскорбляла. Они тебя били, они за это все не должны покушать. Их сегодня должны обязаны указать. Я тебе говорю, потому что нас ругают, а мы выкручиваются, нас ругают, а мы выкручиваются. Они хотят крови, они хотят, чтобы было… Блин, я не могу говорить. Таблиточки выпей. Таблиточки выпей маленькой. Таблиточки. Давай, давай. И потом, когда говорят, что Олег бросается на девочек, Олег оскорбляет. Это что, девочки? Где они там, девочки? Вот именно. Ты как живой, нормальный шею. Ты чего? Да все, я вас в шею нагрутирую. Я ее даже бить не хотела. Я подошла и вылила за ее грязный язык. И тем же методом, раз ты поддерживаешь своего молодого человека в его способах, вот, значит, получай ты за свой поганый язык тот же самый способ. И она потом взяла и с ноги мне, как даст только, и все, и я считаю, в нее и то бутылку кинула. Катя, не надо было тебе это. Ой, ну все, надо было, не надо было, не надо было. Ой, опять, где большинство там это? Длина Мелезыковская. Нет, нет, Катя. Я еще раз сказала, ты видела, ты видела, что я ей делала. Я ее кинула за майку, чтобы она отцепилась и любишь. Я видела, что ты волосы отпузнул, да, сделала так, чтобы волосы. Она деньги не вырвала, они вцепились. Я видела, я видела, как она вцепилась, я видела. С мертвой хваткой, понимаешь, не то, что не надо было, не надо было. Я ее потянула за майку, она не тянула. Опять же, они воплотили за свой длинный язык. Нет, я скажу, я ее потянула, начали за майку. Смотрю, она не оттягивается, понимаешь, я ее тяну за майку, она еще больше любишь. Я ее начинаю вот так вот просто трясти. Я в шоке, понимаешь, у меня в жизни такого не было. Я вообще трусиха, я не дерусь, у меня никогда в жизни три телки не нападали. Я ничего не сказала. Я тебе говорю, я сказала, единственный отвлекающий маневр, у тебя штаны грязные, а у тебя лицо в краске, вот что, блин, не могу. Я вообще любишь не замечала, я ничего вообще не замечала, ничего не говорила. Мы хотели обыграть все, сделать спектакль, чтобы вы поржали. Да понятно, я правильно сделала. Эти же такие злые. Несколько стычек во время Вани. Ваня набрасывался на Олега потом. Жесть. Жень, так страшно, мы находимся на шоу. Это очень страшно. Ну так сделать, чтобы было интересно всем. Есть проблемные ситуации, но это не насилие. Это шоу-проект. Мы решили сделать прикольно, придумали. Конфеты хотели потом поразбросать. И зрителям и на это, и на ринг, понимаешь? Какие они злые. Набросились, это мне стало. С чего вдруг эта вода мне на голову? Вообще с чего? А по чему подрядить? Сидит грязью, льет и льет. Я на стройке молчала, считай, она говорила говно. Потом сижу уже, у меня слов нету. Думаю, этот говнюк здесь прыгает, выеживается, носится по всему периметру. Она еще сидит, начинает. Клофик на них. Но если, смотри, если надуга могут кричать. Это подушки я делаю, реально, ну я пробивал хорошо. Она даже не чуть-чуть удобно. Она получает амортизация. Она в подушку все равно, ну, как сказать, что не бил, что не бил. А зачем, если у нас... Вот девочки разбирают. Вот они в шутку перевели. Так и Ванька в шутку. Он у тебя облил, и все ты в твоей готовности был оден. Самое главное, что я вот так вот собираю всю слюну, и в конце просто... Весь зеленый у него, короче, вот все лицо сморчат. А зачем он харкаться начал, как верблюды? Это я верю. Я ему в лицо уплю, а потом он начал по бокам плюнуть. Неприятие какая-то. Несмотря на перипетии, склойки, скандалы, прекрасный цветок любви цветет все-таки на нашей поляне, на нашем проекте. Поэтому я хочу поздравить моих дорогих детей с годовщиной свадьбы. Давайте их поздравим. Горько! 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 Семейная жизнь – это действительно праздник. Я пока только два месяца отмечаю. Я представляю прожить целый год в любви, в гармонии, в браке и понимать, что мы не ошиблись. Понимать каждый день, что вы сделали правильный выбор по жизни – это, конечно, огромное счастье. Я вас очень люблю, я вас поздравляю с таким замечательным событием. Более того, мне кажется, что не только с этим событием нужно поздравлять. Я даже не знаю, чему радоваться больше. Оля с Ильей сегодня объявили в день, когда их браку год, о том, что они ждут ребенка. Я когда об этом думаю, когда об этом говорю, у меня прям слезы в глазах, потому что, мне кажется, вы действительно этого ждали. И действительно, это счастье пришло к вам как раз в тот момент, когда вы оба – оба – этого очень хотели. Ну да, Оля, я на своей презентации прямо вот действительно уже предложила Илье. Захотелось, чтобы у нас стало трое. Я искренне так этого пожелала, что у нас буквально сразу вот и получилось. У нас уже было почти трое. А если двое не будет, да? Нет, ребята, да, один, уже все проверено. Уже все проверили, а еще пол пока неизвестен. Пол пока еще неизвестен. Мне просто хочется, чтобы вот он уже родился и был здоровеньким, и все. Слушайте, ну я очень рада, ребята. Спасибо. Правда, я прям вообще горжусь. Мы сами еще не верим, поэтому мы, может быть, там какие-то зажаты, потому что, я не знаю, ну для меня это то, к чему я шел, да, я все делал, естественно, так, чтобы знать, что вот мой там ребенок ни в чем не будет неждаться, все будет отлично. Я все сделала, чтобы не промахнуться. Да, все было по самому-самому, вообще, высокому уровню. И сейчас, даже на данный момент, я не знаю, как себя вести, да, все настолько вот. Мне внутри, мне прям вот, мне хочется рассказать каждому об этом. Но когда я остаюсь вот со всеми ребятами, мне аж как-то страшно говорить, потому что я боюсь, что, может, ему не понравится, то есть я… Ильей. Ильей, да, или вообще, ну вообще, не знаю, непонятно, это невозможно определить, ну как бы словами. А ты ощущаешь себя отцом, ты понимаешь, вот это чудо через несколько месяцев, ну, скажет «а», а потом через «бы» скажет «папа», и она всю жизнь. Да, я понимаю, я с первого дня, как только мне Оля сказала, я стараюсь думать о своем ребенке будущем, я стараюсь как-то, прежде чем сделать, подумать. Оберегательно. Потому что, знаешь, что я теперь не только за свою жену отвечаю, но и также за тот, того маленького человечка, который внутри нее… Мои искренние поздравления вашей пары. Все, спасибо. Играйте с этими аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но, ребята, к сожалению, в жизни вносит свои коррективы, и я вынуждена говорить не об этих прекрасных событиях, а об той потасовке, которая произошла. Бой был намного хуже между девочками, чем между парнями, которые собирались сегодня соревноваться. Я хочу сейчас разобраться. Наверное, я начну так, как я начала ее, да? Вот. Начну, наверное, со слов извинений, потому что я действительно не имела права выйти из себя, да, и, как это сейчас говорится, подкинуться, наверное, на… Провокации. Провокации, на оскорбления, потому что я прекрасно понимаю, где я нахожусь, что я в свой адрес достаточно много неприятных слов слышу, и из-за этого каждый раз как-то… Вот так реагировать я, конечно же, не имею права впредь, постараюсь сдерживать себя и не обращать внимания на тех людей, кто говорит достаточно неприятные вещи в мой адрес. Я Люберш вообще не упоминала, я просто болела за своего парня на ринге. Почему меня могут подойти и избить массово несколько девчонок, потому что им там что-то показалось. Массово. Почему? Вот вместо того, чтобы поддерживать своего парня, надо было набрасываться на меня. Я думаю, что это вот как минимум логично, это аморально то, что произошло на… ну, после ринга. И, уважаемые ведущие, я просто обращаюсь к вам, мы все понимаем, что это шоу, да, и что если есть какой-то момент плачевный в плане рингов, да, если кому-то хватает мозгов из этого сделать какое-то представление или спектакль, то, пожалуйста, уберегите тех, кто хочет творить, творчеством заниматься, а не бить друг другу морды. Это уже не в первый раз за этими людьми замечено. Меня шокировал тот факт, что на меня набросилось несколько людей, что мне можно подойти со спины, облить водой, постучать мне бутылкой по голове. Оля, это нормальное отношение. Я понимаю, что эти вопросы адресовываются в первую очередь, Катя или Веш? Катя, Веш, что ответит совершенно? Виноваты все. Я была не права в том, что я погорячилась, увидела, что Любер чуть ли скальп не снимает, за волосы тягают. Я начала бить Катю в спину, отвлекать ее от того, чтобы колесниченко как бы отцепилась и повернулась ко мне. Ты готова сейчас за свои поступки попросить у Кати прощения? Оля, мне этого недостаточно. Это систематически. Я считаю, что в район били нормально, вы считаете? Оля, я извиняюсь за свои поступки, считаю, что я не права. И впредь я обещаю вам, ведущим, что никого и обидеть, и трогать не буду. Все. Виноваты три сегодня девочки. Вообще все виноваты. И там нет Майами и Ваня в том числе. Извинения. Я просто поняла, что если сейчас не последуют извинения и какие-то адекватные слова в сторону Кати и Кати, то будет дальше разборка за периметром. Любая, которая как вывела себе сегодня, сегодня уже говорила, что за периметром угрозы будут, помолитесь, что за периметром кто-то будет встречаться. Оля, я сейчас выражу. Успокойтесь, пожалуйста. Это неправильно, я считаю. Если мы здесь находимся, вы опять начинаете, вы видите, да, вы между собой ссоритесь, нам приходится повышать тон, из-за этого возникает конфликт. Оля, ты говоришь о моей злости. Я говорю о вашей злости. Ты говоришь, что я виновата. Какая ее злость, в чем она? Я не говорю, Катя, секундочку, пожалуйста. Мои слова не надо перебирать, ни в коем случае. Я не говорю, что ты виновата. Я говорю, что виноваты все. Моя-то в чем виновата, скажи мне? В чем виновата в сегодняшней ситуации моей девочки? Я стояла с милой на месте. Ты хочешь сказать? Как я оскорбилась? Секундочку, тишина. Хорошо, тишина всем. Хорошо, секундочку. Давайте вспомним, чем закончилось вчерашнее лобное место. Вспомним? Давай, вспомним. Стой, вспомним. Котиченко, Катя, что сказала Токаревой? Вздохнет. Вздохнет? Да, я сказала. Вы очень много провоцируете. Каждый из вас, каждый из вас. Сейчас я говорю не только про Катю, и про Токареву Катю, и про Либерш. Но, Катюш, вспомни свои провокации. Сколько раз ты пародировала Катю Токареву, изображая ее... Все пародировали. Рот, глаза. Сколько оскорблений было. Ну, каждый из вас в ответ уже наговорил много-много гадостей. Нет, мы этого не делали. Пора остановиться. Я призываю сейчас... Вот вы все почему-то нашли силы для того, чтобы сделать шаг, для того, чтобы остановиться. Либерш и Катя. Кроме Кати Колесниченко. Мне никто не может сказать, да что, я сегодня получила. Вот, что ли я скажу? Да, Лер, пожалуйста. Ты знаешь, две стороны неправы. Одна в драке замешана всегда, другая сторона всегда в провокации. А ты не троллась, Лер? Я хочу вам сказать одно. Подожди, можно мне сейчас послушать мнение Леры, а не отвечать Лере на слова Рин Саны? Лера. Я хочу вам сказать, что одна сторона, если в драке замешана, другая тоже. Говоря, чтобы ты сдохла, у Кари глаза. Я верю в приметы. А если я правда сдохну? Так поэтому она получает первую очередь сегодня за длинный язык своего парня. Извините, сейчас жалко Катю, которая плачет. А мне жалко наших родителей, которые плачут, когда смотрят оскорбление Олега Майами. Мне жалко. А мне жалко мою мама, которая слышит оскорбление из твоего рта. Из твоего, из ваших. Мы не хотим этой войны. А вот им как раз надо. Так что ж вы языки-то распускаете? Так что ж он вчера позволил хохнуть? Она первая позволила хохнуть, он обрил, и вся эта катавасия началась. Если бы вчера не было этой потасовки, не было гематом, в первую очередь, у него девушка. Ты никого не оскорбляешь? Ты никого не оскорбляешь? Ты никого не оскорбляешь? Я сейчас вижу одно, что, значит, Катя Колесиченко, ты не хочешь, да, закачивать конфликт. Ты хочешь продолжать разбираться. Я не потерплю. Ты ждешь продолжение этой войны. Оля, мне? Мне? Я хочу, чтобы вы наказали моих обидчиков. Вы наказали моих обидчиков. Это Либирж и Катя Топа. Давайте тогда, вот если Катя требует, чтобы убрали Либирж и Катю Токареву, давайте сейчас спросим у кого-то другого остальных. Может быть, кто-то Олега, Олега захочет убрать. Может быть, а кто-то захочет Колю убрать. Давайте голосовать. Хорошо, вы хотите голосовать? Да, давай. Либирж, Катя и Токарева втрою. Если вы гоняете у троих. Да что вы меня избили, и мы вместе пойдем за ворота. Вы почему поощряете это рукопрекрасно? Потому что у тебя очень злой язык. Хорошо. У Либирж добрый. У Токарева добрый. Ребят, вы чего? Катя и твой молодой человек, вы на протяжении следующего времени провоцировали вот этот конфликт. Вот, ребят, давайте не будем навязывать ведущим, что им делать. Во-первых, не будем говорить, выгонять, не выгонять. Ведущие сочтут нужным, выгонят, поверьте, вот вам Оля все прекрасно сказала. Теперь дальше, да, как жить дальше? Во всех войнах виноваты женщины, в первую очередь. Не будь сейчас вот этих бабских разборок, и не влазили бы туда пацаны, сидели бы сейчас оба довольные, да, и все было бы отлично. Давайте вот сейчас вместе, на данный момент, если вы хотите наказание, я предлагаю бой мозгами и убрать иммунитеты у троих ребят. Именно Либирж, Катю и Катю. Ну, сегодня я общалась с Сашей Задойной. Мне молодой человеку очень понравился, интересный. Я думаю, посмотрим, что будет. Я могу оставить обеих девочек, но только если вы сделаете рокировку на одну из вас. Например, на Наташу. Какие нафиг мы актеры, Ваня? Давай завязывайся этими делами. Ты вон камеру видишь каждый день, как ты и так уже актер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К нам пришли сегодня новые девушки. Давайте все-таки на них обратим внимание. Это Варя и это Катя. Ну, расскажи, что по поводу Ваня Барзикова увидела сегодня? В нем талант. Как думаешь, можно из него что-нибудь слепить? Ну да. Может быть, его для блокбастеров уже надо брать? Ну да, скорее всего, для экшена. Нет, мне кажется, я как была Ване, такое мне мнение осталось. Он действительно хороший человек, у него очень добрые глаза. Мне было очень приятно, когда Ваня подошел и сказал… Ну, а как мужчину ты его не разглядела? Нет, ну, безусловно, Ваня хороший. Хороший? Да. Ну, а отношения ты с кем будешь строить, если здесь останешься? Ну, хотелось бы, конечно, с Ваней. Опачки. То есть Либерш тебя не пугает? Разбивать отношения для тебя, в принципе, это нормально. Нет, ну ты знаешь, после сегодняшней потасовки я, конечно, немножко побаиваюсь, но я все-таки надеюсь, что мы будем обсуждать словесно. Это разговорный проект, поэтому до драк мы больше не дойдем. Хорошо. Варвара, как твои дела обстоят? Ну, сегодня я общалась с вашей Задойной. Мне как молодой человеку он очень понравился. Интересный. Я думаю, посмотрим, что будет. Ну, хорошо. У нас есть Катя, готовая растыть таланты. Ваня есть Варвара. И есть молодые люди, которые сейчас будут делать свой выбор. Начиная с Коли, мы голосуем. Катя. Спасибо. Антон. Оставить? Да. Варвару. Спасибо. Ваня. Варвара, потому что, ну, как бы шоу-бизнес, ну, мне продвигаться надо. Катя. Ой, Катюха, прости, пожалуйста. Катя, Катя. Да, такая ошибочка. Я все-таки Варвара. Не-не-не, Катя. Для Саши. Катя. Саня, брат, я за твою счастье. Паркули вместе делать. Хорошо, спасибо. Саша. Варвара. Варвара. Олег. Несмотря на то, что ты пришла меня засадить, так сказать, ну, я, ну, ребята, землячка все-таки. Хорошо, спасибо. Благородно очень. Борис. Катя. Илья. Саша очень красивый. Варвара. Ну, Антон. Представь. Варвара – красивое имя, но я голосую Катю. Кто бы сомневался? Но в таком случае у нас продолжают голосовать девочки. Может, мы все-таки. Потому что набрали и Кате, и Варвара ровное количество голосов. По четыре голоса. И поэтому, начиная с Леры, мастерку, мы голосуем. Лера. А я хочу, чтобы мой друг сыграл не только на ринге, но и в блокбастере, поэтому за Катю. Спасибо. Спасибо, Роза. За Катю от нее есть хоть какая-то жизнь. Спасибо. Лера. Я большую часть времени с Катей получалась, поэтому за Катю. Оля. Мне, на самом деле, обе девчонки понравились, но я просто вижу перспективы отношений, поэтому за Варвару. Спасибо. Катя. Катя очень много на проекте, поэтому за Варвару. Спасибо. Женя. А я с Катей очень хорошо пообщалась. За Катю. Спасибо. Катя. Нельзя оставить двух девочек Катю в город заселить, а Варвару здесь? Нет. К сожалению, именно сегодня нельзя Катю в город заселить. Потому что у нас и так слишком много девчонок. Ну, прости, Катюш Варь. Варвара, спасибо. Лебеш. А я вот за Катю все-таки, Ваньке нужно продвигаться. Какие разные типажи у твоей мужчины? Гарик. Глеб. Да, сволочь. Задойнов. Три абсолютно разных типажа. А-а-а. Какой к ней все-таки ближе типаж? Какой ближе? Ой, мне даже аж шея свело. Ой. Шея свело. Какой ближе? Ой, какой ближе. Ой, шея свело. Блин, Майами из-за тебя. Это старость неладость называется. Я посмотрела туда. Кинь мне полотенце. Это знаешь, как называется, Оксана? Полотенце голубое. Оксан, знаешь, как называется? Ты молодая девчонка, а ведешь себя как старуха. Вот, видишь, уже все. На молодость лет ломит уже, а то его характер расширит. А-а-а. Ну вот. Это, кстати, на всю жизнь. Ой, слушай, отстань. Я просто, блин, жалко, что Саша пришел. А я уеду на 10 дней. Если бы он пришел, ты его, как всех мужиков своих встречала. У-у-у-у. Он бы отказался сразу. Давай, учись о своих ошибках и открывайся понемножку человеку. И не будь навязчивой. А я не его не навязчива. Держишь за плечо. Я его просто держала за плечо. Не держи, пускай он тебя держит за плечо. Олег, я разберусь. Я просто держала за плечо. Оксан, ты разбираешься? Мы все видим, как ты разбираешься. Четыре месяца без отношений. Пятый. Пятый. Вот так ты разбираешься. И здесь, на проекте пятый. А в жизни еще год. Еще прибавь год. Давай вот логически рассуждать. Ты за кого? За Катю голосовал? А? За Катю? Да. А чем она тебе понравилась? Скажи мне. Просто меня девчонки попросили за нее проголосовать. Потому что она сдружилась с девчонками. Девчонки попросили голосовать? Да. Ты о ком думаешь-то? Парняк или девчонка? А? Сань. Подожди. Ты так же потом, знаешь, вот тебе девочка приглянется, ты скажешь, Сань, а она так-то ничего. Скажи, да Коль, да мне по барабану меня попросили проголосовать против нее. Сань. Вот так же на голосование скажешь. Сань, Натаху не голосуй против нее. А я вот скажу, как, Коля, ты что с ума сошел? Да конечно против Наташи твоей. Сань, я понимаю твои чувства. Понимаю. Да мне непонятно просто, Коля, у этой девочки, которая миленькая сидела, маленькая, много больше шансов построить, чем у той же Кати, той же Зай Наташи. Что, не так что ли? Тимофеон Лера нравится вообще, оказывается. Сань, мне твоя мотивация понятна, но голосовало все одно место, а ты мне только одному мне предъявляешься. Я всем предъявляю, Коль, ты не первый уже. Ты уже третий у меня. Сань, извини. Я тебе и потом извиню. Изменю, извиню. И даже прибраться некому. Ты мне скажи, ну определенного типажа же у молодого человека нет? Определенного. Не главное же... У молодого человека? Да. Не главное же типаж. Главное, чтобы вот-вот, вот тут внутри... Нет. Я тебе скажу, что есть мужики, которые определенный типаж. Мне нравятся блондинки и все, не могу с брюнетками общаться. Или наоборот, мне брюнетки нравятся, блондинок не переношу. Разные абсолютно бывают типажи. И в характере тоже самое. И что делать? Вот у меня нету, например, потому что я могу себе позволить любую женщину. Ну, в смысле, ну, яркие мужчины, понимаешь, они могут завоевать любую, сердце любой женщины. Поэтому у меня были разные вообще в моей жизни. Вот. А определенные типажи, знаешь, у кого-то складываются, кому не очень везет в жизни с женщинами. Он уже, знаешь, ему так повезло, он с кем-то начал встречаться. Долго встречается, потому что, ну, другие варианты ему никак не катят, понимаешь, не ведутся другие девчонки на него. И у него складывается определенный типаж, жизнь неудачная. В общем, у меня жизнь счастливая. У меня и блондинки, и брюнетки. Понятно. Ну, слушай, мужчина единственный в мужской спальне в данный момент. Я ему помогла. Ты можешь сделать, чтобы он был твой. Я помогла ему убрать его уголочек. Ты можешь сделать все, чтобы это был твой мужчина. А, так я сделаю так. Постараюсь хотя бы. По крайней мере, я постараюсь. Посмотрите правде в глаза. Илюха, сколько ей не говори, сколько ей не делай. Все будет одно и то же. Илюха, нас всех вчера назвали нищебродами. Ребята, вы что не слышали? Нет, смотри, я от этого не считаю. Я считаю, что это уже вполне нормальный человек. Мы все личности. Мы все чего-то добились в жизни, да? И Токарева ни разу не знает, что у кого есть. Уж там, мне кажется, по крайней мере, по поводу новеньких она точно не знает, да? У человека, который все есть, он не кичит с этим и не бегает, да? Там выше крыши не прыгает. Но, ребят, неужели вы не слышали? Вы все нищеброды. Огородите меня, да? Увезите меня. Я не так зацепила именно это праздник. Слушайте, да Ирина Александровна, слушайте. Да ну неужели вы не слышали это? Нужно уважать людей. Я слышала. Меня это не то, что зацепило. Я слышала от этих девочек и не такие вещи. Ты сейчас так возмущаешься. Я очень сильно возмущаюсь. Да, как Катю избили. И после этого ты, до этого, то есть вернее, ты сидишь и говоришь о том, что для Берша нормально, она ничего плохого не сделала. Неужели ты не делаешь выводы о человеке, как он поступает по отношению к другим людям? Я, кстати... Хорошо, по отношению к тебе она еще пока не успела ничего сделать, пока она к тебе присматривается. Вот так тебе могу сказать. Но по отношению к девочке, с которой ты дружишь, она уже поступила мерзко. Вот, Ирина Александровна. Да, я вам... Мерзко прям. Пойдем, Женечка. Нет, я хочу поговорить. Мне с тобой надо поговорить. Нет, я хочу поговорить с Ириной Александровной. У нас с тобой разговоры все очень серьезно. Оп. Очень серьезно. Ну это да, тогда. Так что извините, спасибо большое за консервирование с Ириной Александровной. Илюха. Давай, все. Давай, готовь. Женя. Удачи тебе. Давайте я вас поцелую. Женя. Жень, если что-то серьезное будет, короче... Я приду. Я очень, знаешь, Олег, согласна с ведущими, что мне, знаешь, у меня ад вот эти два последних дня. Это ад. Потому что я реально замечаю, у тебя есть такая тема, выйти и начать дразнить Рязку, начать дразнить Наташу, кого-то еще начать дразнить, а потом они все отыгрываются на мне. Сегодня ситуация после ринга – это стрём. Это вообще ничем. Я не могу как-то объяснить, зачем Любеш это сделала. Это какая-то агрессия. И они хоть извинились, знаешь, как-то на лобном месте. Но прощать я не могу. Проделивать конфликт, я считаю, мы с тобой не должны. Потому что мы должны быть выше этого. Конечно. Если мы сейчас будем отвечать тем же, опять у них будет тоже самая ответная реакция. И это не закончится никогда. Должен встану найти человек, который это все быстро говорит, посмотри на меня. Я как раз хотел их еще больше облить краской, потому что… А штаны? Я тебе просто скажу, что я очень нервничаю все эти два дня и… Да я тебе говорю, что… А нервничаю знаешь от чего? От чего? От того, что я могу отвечать только за себя. А над тобой я… ну… невластна. Я сам могу за себя отвечать. Я хочу, чтобы ты знал, что мне тяжело вчера тоже было, очень тяжело, обидно. Я через силу успокоилась и успокаивала тебя очень долго. Ты капризничал. Не капризничал. Ты капризничал. Я не капризничал. Ты лежал на кровати и говорил, не надо мне ничего, зная мое положение. Меня взбесило вчера. Все. А меня не взбесило? Я тоже взбесило. Меня тоже бывает иногда что-то взбешивает, Кать. Вчера меня взбесила ситуация. Мне было непонятно, неприятно. Сегодня у меня еще… еще порция… Ты говоришь, у меня бывает что-то… Олег, тебя всегда все бесит. Это меня бывает что-то взбешивает, а тебя всегда все бесит. У тебя есть такая тема, тебе реально… Хорошо. Хорошо. Если бы меня все бесило в наших отношениях, это было бы одно. А когда меня какие-то левые вещи беспокоят, не нравятся… Это нормально. Олег, ты когда на стороне так себя ведешь, создаешь нам обоим с тобой проблемы, и потом я в итоге просто битая, понимаешь, у меня и отношений на такой почве не получится. Я хожу в астеричном состоянии второй день, Олег. Я тебя столько раз просила этого не делать, не трогать этих людей, которые абсолютно нас недостойны. Не надо со мной разговаривать грубо. У тебя начинает повышаться тон, а меня это начинает бесить. Ты не хочешь узнать, что меня бесит? Я понимаю, тебя это начинает бесить. Я знаю, что тебя бесит. А мне как прикажешь? Я знаю, что тебя бесит. Ходить битой в истеричном состоянии, но молчать, чтобы, не дай Бог, не взбесить тебя? Нет, это непонятно. Просто ты… Мне тяжело, Олег, мне тяжело с тобой, когда ты себя так видишь. Мне очень тяжело тебе. Я просто хочу это сказать. И услышь меня, пожалуйста, правильно. Боже, дай мне терпения. Мы стали свидетелями нового женского прихода. Очень интересного, да? Вот. И что мы видели под конец дня? Очень неожиданно развернулись события. Девочки понравились всем, но тем не менее, почему-то все проголосовали за Екатерину, но ушла Варвара, которая, как мне показалось, лично мне, еще во время дневного лобного приглянулась Сашке Задойнову. И он ей понравился. Вот хочется все-таки… Станция странная. Девочка понравилась, приглянулась и ушла, а вторая девчонка, вроде бы никто из парней не сказал свое веское слово для меня оставьте. Я! Можно я? Но она осталась. Так вот, хочется спросить у Александра Задойнова, Саш, сильно расстроился, что Варька ушла? Нет, я просто вчера был лично возмущен, потому что я считаю это несправедливо. Потому что женская спальня кричит, почему не приходят на мальчики. Потому что я буду объяснить, что Леру, что Оксанку, они не боятся, потому что девчонки, они на язык очень острые, могут очень хорошо укольнуть или поставить на место любого мужчину. И нужно просто было пускать таких девочек, которые могли завлечь этих мальчиков. Я считаю то, что Кате, по сравнению с Варварой, это вообще далекая вещь. Посмотрите лентарно. Ну, я не хочу там ее как-то оскорбить, просто мне кажется, что Варвара была привлекательней для мальчиков, симпатичной, сексуальной. Модельной внешности. Конечно. А Катя что? Она пришла, она обещала всем, что тебе подфолио, тебе модельное, тебе театр, что хочешь, только меня оставьте. И ты где-то на что-то должен делать. И вы посмотрите, кто голосовал за Екатерину. Ребята, которые находятся в городских квартирах, которым все равно, что происходит на Поляне. Им безразлично. А в Полянске, в принципе, большое количество людей поддержало Варвару, но это, конечно, того мало. Просто я говорю, как-то не знаю, надо женскую спальню разбавлять все равно, потому что я живу, я вот один в мужской спальне живу, я один холостой, вот так подумай, да? У тебя гарем, по сути. Какой гарем? Где гарем? Я себе даже кофе сам приготовил, и завтрак мне Боря приготовил, понимаешь? Где гарем? Где гарем? Не ужина! Моё лучшее. Моё самое красивое. Какой красивый? Да что? Боже, первый раз вижу. Понюхай, как пахнет. Моё солнышко. Спасибо. Моё маленькое. Можно тебя попросить в тот букетик выпить, пожалуйста? Да. Знаешь, что я больше всего в этом свете хочу? Чтобы ты не плакала. Чтобы ты не расстраивалась. Чтобы ты соулыбалась. Я постараюсь. Мне сейчас, ты сюрприз небольшой. Иди сюда. Олег. Олег. Что? Что? Что за сюрприз? Смотри, здесь есть пакетик. Там бусинки. Там что? Там есть сюрприз. Пакетики? Да. Найдешь? Среди бусинок? Не смотри только. Не смотри. Нужно рукой. Там бусинки. Да. Нужно рукой вот так сюда. Вот так, нет. Пальчиками идти. Это так надо? Да. Одним? Да. Не знаю, что тебе было удобно. Сможешь так? Ну, такой прикол. Это ты так придумал или так надо? Ага. Ну, девочка, я так тебя люблю. Будешь, чтобы ты встал любую, чтобы я была счастлива и не плакала как-то. Какие красивые. Очень красивые. Очень нравятся. Я люблю такие гвоздики маленькие. Они закручиваются, да? Повери. Мне очень понравились. Ты поэтому так не быстро приехал, да? Очень красивые. Мне захотелось их почему-то на одно ухо нацепить. Так приятно. Моя девочка, приятно ей. Спасибо тебе большое. Ой, кошечка, я тебя люблю. Тебе фруктиков купил еще. Ну, Саша, не смотри на меня так. Чего ты гипнотизируешь? Нет, говори. Нет, ты смотришь на меня так, даже не моргая. Так я смотрю на тебя. Я в глаза смотрю. Ну, слушаю. Какое неловко. Чего такое? Давай. Ну, мне неловко. Давай, расслабься. Я же привыкла, видишь, в такой оппозиции. Уже в течение пяти месяцев. Поэтому сложновато мне, видишь, когда... Молодой человек мне понравился, но видишь, как я... Вали отдыхать? А, да. Вот в чем дело. Ну, ладно. Я же верю в то, что если это мое, значит, это мое. Значит, все будет хорошо. Так и об этом и думай. Зачем думать о плохом, когда нужно думать о хорошем? Да. Да. Чтобы тебя хорошая аура окружала. Аура. Да. Я же не могу приковать тебя к тебе. Это точно. Это не надо. Это не надо. Это отпугивает мужчину. Да? Откуда ты знаешь? Ну, я знаю, что если эта девушка навязчивая, если она сразу же в ежовые рукавицы... Ну, есть мужчины, которые это любят, конечно. Да? Ну, по крайней мере, я этим отпугиваю. Да? Да. Да. Поэтому не хочется отпугивать. Ой, мне так сложно. Чего тебе сложно? Ну, ты расслабься. Мне сложно. Давай, у нас попроще будем общаться. Давай, расслабься. Да. Это всё... Блин, я даже сам не знаю. Да, да. Это просто... Из-за твоего смущения сейчас сам буду смущаться. Давай. Вставай. Так я уже красная, но... Да кто ж ты шарф надел? Это жарко просто. Лера, иди сюда на минутку. Вот посмотри. Это вообще нормальный человек? Не, я просто в афиге, честно. Девчонка подарила всем по одной... Это надо себе красную дорожку вот эту выложить? Звезда... Не, ну это чё такое вообще безобразие? Девчонка, блин, всем сказала по одной плитке. Задойнов стылил, понимаешь, себе. Всё под ноги его шикарные. Это прикинь, вот... Это не только человек себя засвездившийся... Взять, оставил себе мешок. Они предполагаются не тебе, понимаешь, Задойнов. Который ты, между прочим, хотел выгнать Катю для того, чтобы поставить Варвару. А как плитки хапать Катте, так это, блин, он, знаешь, тут как тут, блин, звезда хреновая. СМЕХ Не, ничего. Так вообще нормально? Чувствуется человек? Боже Выложил. Ты громоздкая, больше даже чем Женя. А плитки? Под ножки себе положила. Уже видимо я наступала на них. Видишь, пыльные они какие. СМЕХ под ноги на это же как это это вот это поселился два матраса вообще плитки так под ноги встать потому что я люблю позитив я обожаю если думаю хорошим так я тоже думаю хорошим поэтому надеюсь что приеду когда вернусь ничего не поменяется но говорит что поменяется что может поменяться давай я не знаю но не хотелось бы вот так хочу сказать правда вот есть какой-то определенная не знает тема все вокруг да около ходишь давай конкретику надеюсь что ты еще будешь свободен вот так надеюсь что ты свободен да но верю в это по крайней мере не знаю 10 дней все таки что ты понимаешь это же такой срок но ты сейчас смотришь тебя сейчас такая ситуация такое положение ты просто присматриваешься скажу больше то что я не спешу таким поспешным выводом и не спешу быть в отношениях и под кем-либо или с кем-либо быть вот и поэтому я не знаю что здесь переживать-то но я не переживала ну а чё тогда все проблем это не переживаю самое главное не переживай но явно огорчен выгоном баре третиковой и даже откровенный перст ним оксана рязко не улучшает настроение а катите со решив что проект не для нее ушла за ворота но впереди лобное место где как всегда ольга бузова подведет итоги дня сегодня я уезжаю в отпуск буду очень скучать ребята по вам с нетерпением вернусь обратно не знаю как проживу без вас ну а темы насущные никто у нас ребята не отменял поэтому встречаем ольгу бузова конечно темы насущные никто не отменял а сейчас я хочу с вами поговорить вот о чем вчера на лобном месте вечернем мы выгнали варвару и осталась девочка катя и вы все прекрасно знаете да что она сегодня ушла с проекта просто потому что ей здесь не понравилось сашку тебе не обидно как вот закончился в итоге вчерашний день и сегодня кати уже нет и нету и варвары и тебе не с кем отношения строить не но это было предсказуем по поводу екатерина то что катерина ушла сегодня потому что она уже сегодня вела себе таким образом то что ей не нравится здесь это не ее место и то что ей хочется быстрее уже уйти так он не знал как сделать так то же понимала что вчера она поступила совершенно неправильно выставить свою кандидатуру остаться здесь вот я скажу то что мне не то что обидно я надеюсь этот урок просто ребята извлеку для себя потому что тот же антон который сегодня подходил ко мне извинялся то что вчера он голосовал тот же борис тоже также осознал ту ситуацию просто нужно сегодня сказал что это девчонки попросили голосовать за катю потому что они боялись сильные конкурентки варе конкурентство конечно было конечно пришла молодая красивая девушка женская спальня дополнение прекрасных дам расцвела бы скажи ну не расцвела бы она и так цветет принципе криками так что ты хочешь сказать наши парни такие подкаблучники они просто пытаются они не знают как сделать при этом своим девушкам вместо того чтобы они голосовали не так как они хотят лучше бы романтики я очень говорю не знаю я вот пришел я вот не знаю принципе большинство новых ребят и я вижу да они вроде бы вместе но я не вижу а то эйфории может быть тех счастливых глаз как же как развиваться за отношения нету того чем они должны заполнять свое свободное время то что они вроде бы уважили этим голосованием там своих дам и все сидят спокойно я говорю я сегодня спокойно не сидел саши я смотрю ты не особо расстроился из-за ухода варвары потому что ты целый день провел сегодня с оксаной ряска я уж не знаю кто с кем проводил день ты с оксан или сак или оксана с тобой но вы сегодня были не разлива да это что какая-то симпатия друг другу вдруг возникшая или что это саша мне нравится отношение оксаны ко мне я честно скажу оксана милая приятная девушка даже не крикливо как мне ее предоставляют представляли мне приятно что она хочет не то чтобы быть там лучше она хочет общаться со мной там не знаю как-то не уважить меня это что-то как-то как-то завалено то есть она она первая да к тебе потянулась на встрече ты это почувствовала и тебе стало это приятно да когда моргающие глазки смотрят в мои глазки посмотрите посмотрите оксана покраснела за улыбалась да я даже если я веду себя с ним как девочка маленькая я сегодня даже не могла связать двух слов ты стесняешься заикаюсь то есть для меня это дико и необычно жалко конечно что я вот уезжая даже не даже не могла подумать что такое может со мной произойти прямо накануне моей по и уверена что саша тебя будет ждать я не могу так сказать что я бы хотела чтобы он меня подождал ты бы хотела чтобы он тебя дождался саня ты можешь оксане пообещать что будешь дать ее нет я рада что мне дали второй шанс я им воспользуюсь полный он любит таких кукол но он сам понимает на подсознании что куклы ну это ненадолго не рассказываем все что ты собираешь делать будь для него непредсказуемой загадкой ну что ж дорогие мои саш знаешь что я тебе хочу сказать дом 2 это то место где сбываются мечты поэтому внимание на ворот ну что ж ребят я повторяю вам что сегодня нас покинула нового участница к и так как мы считаем что все-таки несправедливо получилось что вчера ушла авария которая так понравилась саша задойного мы решили дать ей еще один шанс и вернуть варвару на проект и сегодня еще красивее чем вчера я только с дороги всем привет еще раз я рада что мне дали второй шанс я им воспользуюсь полный я не про саш я вообще но не про него тоже вопросы вопросы да собственно нет никаких вопросов еще вопросы были заданы еще вчера я в первую очередь поздравляю тебя варь что ты с этого момента являешься полноправой участницы нашего телепроекта я хочу чтобы вчерашний лоб на место стал уроком для вас для всех ребят потому что вы оставили человека который просто сегодня отказался участвовать в нашем телепроекте если бы не такой счастливый случай возможно был варвара никогда бы не было шанса повторно вернуться на проект поэтому варь я тебя поздравляю оксан поедешь в отпуск оксана уезжает в отпуск саша остается здесь один из сегодняшнего дня у нас варвара является участницей проекта дом 2 посмотрим чем все это закончится спасибо спасибо я думаю чтоб не прогадать и тем более одна не хотела лететь а мама подруги летит туда и ты с кем поедешь она долго на десять дней ты расстроилась такая блин я увидела слушай ну ты же спецом все сделала почему спецом катя ушла варе еще не уехала в другой город почему нет ну посмотрим посмотрим ничего ну я и с ним сильно она ему понравилась до сашка но она понравилась на столько и настолько что прям в омут с головой но она не понравилась потому что она такая клубная девчонка клубная внешность такой но это к этим девочкам он любит таких кукол но он сам понимает на подсознании что куклы но это ненадолго куклы вот а ты-то не кукла а я не кукла ты у нас настоящая женщина да готова брать обаянием лаской вниманием тем более когда он не он он милый а ты почувствовала его что почему сейчас сливается вообще говорит не буду ждать но это сейчас на лобном месте выглядела так на что да 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 саша саша мой саша саша а он ну да ну так как будто только ты к нему делаешь первые шаги ладно короче я буду за ним следить это он делает держит свою марку знаешь ты типа она похожа на женька она же не похожа но это это же его типаж маленькая худенькая черненькая да это его образ не вовремя тряска уезжаешь в отпуск вынимаешь вообще не вовремя ладно посмотрим это ты проследи потом расскажешь а ряска когда училась завтра сегодня а сегодня что то чего вдруг такой вопрос просто интересно все просто так бурно это обсуждают вы модельная внешность так красиво девчонки мы не знаем какой там характер какой там темперамент поэтому еще не факт а я дата проиграл я конечно высокого мнения себя я награжду сашки нравится женька тоже была всегда высокого мнения себе знаешь эти вот даже когда на стройке вспомните когда мы сидели на стройке же не сказала саше возможно понравится девочка новенькая варвара и что мы видим приходим со стройки они сидят мило флиртует на рыжий диван я спокойно отдыхаю и все очень день с варварой день с оксаной и теперь саша немножко по-другому среагировал на варю он сейчас по-другому приходит не было такого прям аж вот вчера прям потому что для него была новая и оксанка и варя да может внешне ему варя определенная да вот мы с олегом сидели вот варька высокая стройная модельная ну вот как-то оксанка ты как-то прикольный смотришь его похоже параллельно а это варю он понравился антону он еще не признает это но на клону да он проходит такой ну типа осталось осталось мы антон а что это у нас такому же гости пригласишь к себе в этот съездить можно садиться облакачивайся я буду загорать купаться заниматься дайвингом то есть я все мы мне больше ничего от отдыха не надо солнце пляж дайвинг все я как бы говорю что он понравился действительно с ним я говорю сегодня целый день говорю не хочется кричать саму те советские не хочется выйти я вижу я прям аж сама себя не узнаю что и вроде сегодня иван это чистая душ чистый обычно кричишь я вам говорю оксан когда рядом с тобой появится мужчина который вот появился который тебе нравится ты не заметишь него волоска шубиной ничего не заметишь ты будешь вся в его глаза вот особенно его голубые глаза сегодня голубая лагуна вот это вот он за меня смотрит что ты смотришь на человеком стал как глаза в глаза вот это зашло это было тебе совет ты открыта искренняя но не рассказываем все что ты собираешь делать будь для него непредсказуемой загадкой алидоте кто то кориева включила на показуху там я белье поменяла которая с контактором катя была и положила за комодом убери я открыть его не могу игру что оно такое тяжелое что-то длин мне противно смысле типа белье трогать к после катя как а я ногой отодвинула его на стройке сегодня не надо к нам пить девочку нормальная девчонка мы так-то его в прачечную носим его потом стирают я грудок ты стираешь то я понять не могу какая разница сидят и хиничут фу жабами они ты пришла они такие сидят с мастерком и завистливо обсматриваю тебя сейчас увидела как только релать мы с олегом угорали мы сели на заднем плане вот для поцелуев и просто угрались лишь ты они уже очень лезет изо рта уже со всех сторон я хотела сказать если он ей дает разрешение мыть посуду и копошиться ей ему готовить значит она ему не нравится то что сегодня девушка нравился москва я сам уберу сам по мою сам все сделала если он позволяет я щас копошиться в этой грязной посуде значит она ему так хотя вчера я видела у него более заинтересованность но вчера может быть первый раз до глазах до сейчас я там не тебе говорю он бы не допустил чтобы он сейчас пойдет в зал это она пусть убирается я слышу ты поняла я тебе говорю когда ему нравится девушку он сам стоит намывает пюрошки толчет ну да он даже мне сегодня кстати вот ты сейчас это заметил что ты я это как то не сделано внимание акцент на это он сегодня говорит вот это сначала такой ну ты кто то мне вчера обещал суп приготовить его ну правда вчера еще говорю такая надо помогать же лудак болит как бы чтобы почувствовать суп надо все-таки хоть раз в неделю что здесь готовить когда ты реаг corso вчера чем такое тибо или готовишь его и гурнул постараюсь приготовлю знаешь там ну ней уаничourd и приготовим не надо чем прогибаться совсем уж вот а сегодня такой Лежит на кровати, говорит, кто-то мне обещал, а он такой, ну ладно, пойдем, пойдем на кухонку, там что-нибудь перекусишь Он такой, не делай ничего мне, не надо, я разогрею, тут эта яиченка осталась А, видишь, заботится о тебе Да, и он, я говорю, так это я с утра делала яиченка, говорю, два кусочка осталось Он говорит, а ну вот я гречку добавлю, это сам подогрел себе на сковородочке, я масло чуть-чуть добавила Сам помешал, сам себе все положил, сам все сделал Просто я тебе говорю, ему, во-первых, не нравится то, что она с ним ведет себя высокомерно, людно при всех То есть такая, ему, слышишь, да я хочу тебя за Адойнов называю, что по имени, знаешь Ему это раз неприятно, потому что она ждет какого-то там Самсонова, ему два это неприятно Потом ему неприятно, что она говорит, я не буду тебя готовить, что ты решил, знаешь Ну как бы такие вот моменты, такая, ты меня будешь заставлять мыть по... Ну вот, и его как-то немножко оттолкнуло, знаешь, я думаю, блин, что-то такая звезда что ли, великая И вот они такие, ну давай, убирайся, пока я там мышцы буду качать свои Я пошел, короче, в зал, в баньку, короче, а ты-ка, это, драйв все и делай Ну да Я заметила, причем есть... Я говорю, ты возьмешь, мне кажется, я хочу реально подкачаться, я ничего не претендую, ты даже можешь не думать Я говорю, возьми эту Варвару с собой, чтобы ничего не подумали. Да нет, чего я, зачем мне? Пусть убирается, понимаешь? Я не понял, кто сказал? Мастер-кор, что ты косишь под меня. Типа идеал ко мне идет. Мы же похожи. Но ты стремишься, да. Я так понимаю. О, да вы для красотки, девчонки. Типа говорит, кто-то вам все три, говорит, пожалеет в Майами. Ты, говорит, заглядывался. Нет, а мы-то с Майами давно сейчас на твои фотки скачали. Мы с Майами. Катя, вот здесь и так сделаем. Все сделай как надо. Одевайся так же. Я потом, не обижайся. И я потом сажусь и вот так тоже буду разговаривать. Да нет, я тебе говорю, смотри на мой лак. Неделю ношу. Смотрю сегодня Токарева. Она мне все время говорила. Ой, Колесниченко, начесы, гринч начешет. Сама начесала башку. Вот эта собачина вылазит, знаешь, нестарательно. Лаком серые ногти накрасила, как я. Вот мне прям противно. Еще что-то говорят про Наташины закосы. Про чьи-то твои мои закосы. Господи. Фу, я сегодня с ними буду одна? Да, да. Не боюсь. Я не боюсь, кого я что-ли? Не, если что, то я говорю. Главное, не давай на себе ездить. Да сейчас, не со мной этого. Вот я так и говорила, знаешь, Катьку оставили, ты ушла. А я видела, что девчонка как бы себя в обиду не даст такая. И получается, оставили девочку, которой непонятно нужно это все, вывезет индивид, а симпатичную, ну, девочку модельной внешности с характером. Ты же видела, они хотели показать, проучить, так сказать. Слушай, они тебя вчера слили, а радости грани не видели, понимаешь? Ты не представляешь, какие у них ружи обломлены? Да, что? Мы выгнали ее, вернули. Ну иди уже. Мы тут будем держать марку. Давайте, держите, контролируйте процессы. Вроде получи, привезем мы, давай. Давай, дай себе отдохнуть. Да, все, спасибо. Загорелым приезжай. Загори за нас, приедешь, африканцам. Пока. Пока. Да ладно, камбур-привет, камбур-каламбур-привет. Игорь, Снежанка, ты что ли заскутишь? Снежанка, привет. Привет. Привет, Снежка. Да, как тебе, Кать, короче, надо брать тебе пирог, который ты привезла с собой. Чай, садиться, и будем тебе долго рассказывать. Снеж, 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 привет. Привет. Ты что, спал, что ли? Нет. Да, я здесь. Ну, привет. А у нас тут общество натуральный пилинг, по-моему, 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 по-моему. А это моя землячка, это моя землячка. Снежанка. Вот приятно, Снежик. Очень приятно с Нежили пусечка. Смотри, цветок как растерял. Смотри, видишь, как цветок растерял. Ты только приехала, только только? А еще, вон цветок смотрела, как красивее. Вау, как классный букет. Я тебе вообще-то про эту рыбину говорю. Снежан, а ты сразу приехала с работы, со школы, да? Да. Училка такая же. Смотри, Снежанка перепутала пальцы. Ну, Мака не хватила. Катя красила. Катя красила. А тебе что, токарь? Ладно, уже придет феварьку поедет. Снеж, давай, Снеж, сосадись, рассказывай. Что рассказывать в интернете? Ладно, я читала, что в интернете я беременная. Да, ну, это самый... Осланчик маленький. Да мы знаем, что ты приедешь, наготовили, садись. Блин, ну как ты угородила за беременностью от Антона? Я так понимаю. Это секрет вам, Роза, расскажет. Я еще читала, что и у вас, и как я узнала, что все-таки из двух, как бы, история одна оказалась все-таки правдой. Что, про тебя и про Либерш? Да, все правильно. Про меня и про Либерш, токарь, мастерко и даже барбика, ухватив меня за волосы в драке. Такие? Здравствуйте, я Ольга Бузова и это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера ночью мне позвонил бывший участник проекта Алексей Самсонов и сказал, что сегодня он хочет вернуться на проект. Означает ли это, что Лешу бросила Элина Карякина? Или он раскаялся в том, что распускал на проекте руки? Или просто за периметром его жизни складывается? Мы узнаем вечером. Наступил 3058 день нашей телестройки. Катя Клесниченко после драки с Катей Токаревой и Либерш по Дону затаила на девушек обиду. И несмотря на то, что девчонки договорились больше не задевать друг друга, Катя и ее парень Олег Майами настраивают других участников против Токаревой, мастерко и Либерш. Саша Задойнов ухаживает за новенькой девушкой Варварой Третьяковой. А Борис Курдыш строит отношения с Женей Федоренко. Однако Наташа Волкова подозревает, что Женя неискренне относится к Боре. И поэтому она хочет переехать на поляну, чтобы отбить его у Евгении. Катя Токарева и Либерш по Дону попросили прощения у Кати Клесниченко за то, что устроили потасовку с ней во время ссоры. Девушки договорились больше не скандалить и игнорировать друг друга. Однако теперь между ними холодная война. Давайте поговорим по поводу наших любимых Майами, Кати и Леры. И нейтралитет. Нейтралитета его нет. Так вот хочется понять, как вот вообще тогда ужиться здесь все вместе. Я думала, после такого дальнего очень конфликта у нас с ней, да, и вот такого бурно-эмоционального разбора там позавчера, я думала, что все, конфликт исчерпан, все квиты, все получили по заслугам, предупреждение от ведущих было, и что это все замяли. Даже там, ну вот Лера мне там пытается что-то обсудить, там тему какую-то к ним, там еще что-то, что... Я бы говорю, нет, я не хочу. Ты сразу заминаешься, говоришь, нет, ну нейтралитет. Да, нейтралитет, я не хочу, и я разговаривать не буду вообще о этой паре, и там, ну, даже какие-то полунамеки там что-то Лера говорила. Катя, я правильно понимаю, ты держишь нейтралитет жестко? Да, нет, так я тебе говорю, что даже вот Лера говорила, что, мол, Варвара может понравиться Майами, это Лера говорила. Я говорю, да нет, ну, давайте тему не обсуждать, ну, как бы она похожа чуть на Катю, ну, не трогаем, все. Тяжело, честно тебе признаюсь, мы сидели на лобном, когда девчонки извинились за то, что они там подняли руку, да, на меня. Тяжело мне вот так по-христиански взять и простить. Тяжело. Да, да, надулись, да, Олегу тоже неприятно. Да, я их ненавижу за то, что они подняли на меня руку. За людей их не считают, да. Тяжело простить или я их ненавижу? Это две абсолютно разные вещи. Не знаю, Оль, просто противные люди. Просто пока у меня есть ссадины, синяки, я на это все смотрю, мне мерзко. Мне просто очень обидно, что это вот от этих людей. Ну, прям фу. И я, ну, понимаю вас, ведущих, вы заинтересованы, ну, не допускать больше таких моментов. Вы стараетесь как-то сгладить, разрешить этот конфликт. Ну, я не могу найти в себе силы, к сожалению, чтобы быть настолько благородной, чтобы простить и общаться. И знаешь, я тебе знаешь, что скажу? Вот мы сидим, да, и мы, края муха, мы все равно слышим. Они внизу обсуждают нас. Да, и мы, вот я из последних сил держусь. Я вот все, я сказал, я пообещал Кате, Кате, я больше все, не оскорбляю, все, я не лезу, все. Оль, они продолжают, они продолжают там обсуждать. Говорить гадошки. А ты знаешь, бедненькая Варя пришла в спальню, а Чика Бомб, Катя Токарева говорит, Сышь, ты там белье убери, мне мерзко, тут новенькая Катя спала, а фу, противно. Ну, с каких это пор у нас ростовская девочка так понтуется? Нам неприятно с Олегом, это его землячка. Пускай она пришла не с очень хорошей целью, но она не заслуживает такого отношения с порога. Мы подсказали, чем можно уколоть побольнее, да, а что такого? А зачем? И это, вот, и это игнор, если вы объявляете игнор, то зачем подсказывать Варе, как уколоть побольнее Кате? Ну, мы же сами ее не трогаем. Это люди, которые не понимают, ничего у них, ничего не цветает. Даже ради этого купила сегодня крестик, еще не успела его надеть, чтобы эти люди меня не трогали. И я не могу уже, я не могу. Катя тот человек, который всех цепляет, и только на публике все жертвы устают. Катя, сейчас тишина, ребят, все тишина. Нет, почему после грандиозного скандала мы договорились с ведущими, что все, больше ничего не повторится. Почему опять это повторяется, я не понимаю. Ирина Александровна. А мне вот, ты знаешь, удивительные слезы Кати. Что тогда делать мне? Катя говорит, за что они, почему? А почему Катя токарева цепляет без конца меня с экрана? Почему она вчера с удовольствием и хитством подходит и говорит, не забудьте посмотреть сегодня ночной, мы там с Лерой так проходимся по вам, классно. Вы обязательно посмотрите. Это Катя токарева, что мне тогда тоже рыдать стать? И сказать, господа ведущие, примите меры. Почему я не трогаю Катю токареву, она без конца по мне проходится. Почему она говорит, обязательно подраться, чтобы был нейтралитет. Обязательно нужно тебя задеть, чтобы ты сказала, да? Я не понимаю, я понять не могу, почему ты двойные стандарты постоянно применяешь. Почему ты говоришь такие вещи, жалобно, ноешь на всю страну, а другого человека, который тебя не цепляет и никак не трогает. Ты опускаешь, унижаешь, оскорбляешь. Приплетаешь сюда моего мужа, называя его Юриком, говоря о том, что... Что? И что, давай ты Терехина заденешь, я посмотрю, как он тебе подшлифует лицо. Тереха ничего плохого не делает, в отличие от вас, в отличие от вас и ваших детей. Можно я договорю? Еще раз говорю. Катя, 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 Ирина Александровна, в наш конфликт, что Лесниченко пихает тебя, урод. Я могу тебе сказать, когда Токарева говорила, я не говорила ничего. Я тебе могу сказать, я понимаю, я подумала сегодня, да, я поняла, почему ты это делаешь. Ты мстишь своему отцу за то, что он женился на девушке, которая чуть старше тебя, и пытаешься к моему мужу подкатить, давай вперед. Ну что, Сань, только пришел к нам на проект, и вокруг тебя уже столько девушек. Я очень рада, что, конечно же, такая у тебя яркая здесь жизнь, но хочется все-таки, чтобы ты расставила приоритеты. Вчера Оксана весь день крутилась возле тебя, на лобном, она даже не отрицала, что испытывает симпатию. Варвара, опять же-таки, которая вернулась на проект, и в тот день, когда она приходила, было очевидно, что вы понравились друг другу. Что делать будешь с таким обилием девчонок? Так вот в этом-то весь и вопрос, что делать-то теперь. Ну а ты можешь ответить? Да, конечно. Ну, в принципе, вот по Оксану могу сказать, что Оксана, ну то, что она предсказуемая, но, в принципе, я вот понимаю ее и знаю ее хоть действенно вперед, то есть я понимаю, она прочитываемая. Пока вот варвара для меня, она более сложнее вариантом, потому что я еще не могу понять, чего она хочет, кто она, что она, потому что у нее какие-то непонятные слова, движения как-то в мою сторону. То есть вижу симпатию, но тяжело мне понять. Но она неочевидная, да? Да, она какая-то такая, знаешь, зауалированная слишком сильно. Мне нравится вот такой вариант, да, а-ля Женифе Филактова, за который ты и бегал полгода. Да, знаешь, Оль, я вот честно не хочу в таким отношениям даже возвращаться. Это, честно, было, это мой серьезный опыт, наверное, в отношениях, самый серьезный. Поэтому мне хочется что-то новое, хочется стремиться более к идиллию, к такому идиллию, в которой могу я потом зарекомендовать себя как прекрасный муж. Ну вот смотри, Оксана Рязко, чем тебе не идиллия? Она заботливая, она умеет ухаживать, она хочет и делать приятное для тебя. Она готова к отношениям, она ждет. Слишком просто, слишком просто. Сюда пригласила первых подышать свежим воздухом, маленько отвлезти от нашей, как называется ее, кухонной обстановки, от наших девочек, которые постоянно пытаются как-то тебя задеть, пытаются как-то тебя подколоть. Правильно? Ну, не вплохо получается. Почему? Я хочу показать, как себя ведут девушки. Ты покажешь? Обязательно. Честно? Обещаю. А возьмешь меня в примеры? Ну, как-нибудь в примеры? Я вам покажу, вот видите, какой мужчина за мной ухаживает. Вот скажу, вот даже за такой, как Саша. А ты сама когда-нибудь ухаживала вообще с мужчинами? Нет. Стирать умеешь? Да. Отлично. У меня есть две вещи для тебя. Готовить умеешь? Да. Отлично. Перед сном я обычно кушаю. Это идеальная женщина. Подожди, я еще не всю. Ну, пока, в принципе, все. Гладь умеешь? Да. Почему же я гладила? Я один. Ты что, я спала? Да, где ты спала? Я отдыхала. Отдыхала. Сегодня со мной отдыхаешь? Мы сегодня фильм смотрим. Ну, да. Ну, отдыхаешь со мной? Конечно. Ну, все, значит, давай аккуратно перетащить в мою комнату. Мои апартаменты. Как договаривались. Как обычно. Да. Два матрасика? Два матрасика, получается, четыре. Ну, ладно, четыре матрасика. А где второй-то? Найдем. Почему? Да, мы не смотрим. Найдем. А дело одно, два? Два. Почему два? Ты же замерзнешь. Холодно под одним. Конечно. Под одним. Да. Под, в общем-то, его же мало. Под одним, наоборот, тепло. Почему теплее? Под одним, и я вам теплей. Нет. Да. Нет. Ну, мы разберемся, да, по сути дела. Подушка одна, две. Две. Вот подушка точно будет, моя личная. Я люблю, что прямо вот... Ты точно не лягаешься? Нет. Не храпишь? Нет. И не сопишь? Соплю чуть-чуть, иногда. Сопишь. Если меня буквально задеть, то я и все, спокойно сплю. Задеть? Да. Буквально мне потревожить и все. Вот сложно за такие гадости, за слова простить. Вот эти, Оля, Илья, что только про них не говорили. Про Илью и мотня у него висит, и целлюлитные бока. У Льви? Да, прикинь. А это кто говорит, Токарева и... Мастерка. Фу. А когда Токарева с Глебом в постели лежала? Не в растеничка, и что только не... Арина Александровна, а с Глебом в постели, когда лежала? Ничего целлюлитного не было? Алира мастерку, когда с крылом сорокалетним, лежала в постели, ничего целлюлитного не видела? Да, типа он в бане живет. У нас даже в бане нет. У нас сауна внутри, на первом этаже. Типа он живет в бане, и я там кричу ему, эй, Юра, давай на проект дом будем выигрывать, клетчатую сумку собирать. Это у них клетчатые сумки. По себе судят. Видите, они бедняки. По сути, они ведут себя как бедняки, обозлившиеся, которые думают, что вы богачка. До сих пор рука болит. Так они же это, они с одной стороны думают, что богачка, с другой стороны обсирает, что мы в кредитах погрязли. А это что, не богачка? Нет. Вот, смотри, прямо. Чего здесь? Вот, отдыхай. Офигеть, здесь сколько матрас? Два. Задойлив, ты обалдел? Почему у меня такого нету? Я же тебе говорю, два матраса себе сделаю. Скажи, классно. Вот разденься, да снимай, попробуй. А потом скажешь, Саша, я хочу спать с тобой. Чего? Задойлив, ты наглеешь, блин. Скажи, круто. Очень круто. Ну, где-то ты с какой-то кровати взял? Какая разница, конечно. Это то, что хочу. А? То, что хочу. Ну, расскажи мне, чем тебе себе. Что ты можешь... Распределиться. Чем ты можешь поделиться? Я могу спросить то, что тебе будет неудобно отвечать, поэтому я тебе предлагаю сначала самой. Слушай, нормально отвечу. Нормально ответишь? Да. Ты с какой целью пришла? На проект? Конечно. Только правду. Правду? Нет. Я очень давно хотела попасть. Знаешь, когда мне, наверное, питаться было? Я сидела, думаю, с трудом, да. И маме говорю, мама, я там буду, точно буду. Прям вот, не знаю, просто хотела туда попасть, не знаю, почему. Потому что интересно. Просто у меня в жизни, знаешь, все есть, там, да, как бы, друзья, родители, вроде там, чем заняться, да, там. Но мне скучно. А ты чем занималась-то? Я чем-то как-то занималась. Да.